Что такое йога? Мы имеем ложное представление о йоге. Для лучшего понимания мы должны забыть все, что знаем о ней. Это подобно ситуации, когда некто хочет наполнить сосуд. Для этого сперва нужно его опорожнить. Если мы желаем наполнить наш мозг древним знанием, мы должны освободить его от сформировавшихся стереотипов. То, о чем мы будем говорить, подобно старому вину. Наш современный взгляд на йогу, подобно вину другого сорта. Нельзя смешивать разные сорта вин. С древнейших времен сложилась традиция, согласно которой авторы излагают свои взгляды лишь в виде комментариев на сакральные тексты, шрути. Я скромно присоединяюсь к этой традиции и попытаюсь изложить то немногое, что мне открылось, в виде комментариев на древнейшие сакральные тексты, пользующиеся на Востоке абсолютным авторитетом. Мои советы обращены к реальным людям, пытающимся совместить йогу и современный ритм жизни. Не думайте, что я претендую на большее знание, чем досточтимые гуру. Нет, эта книга лишь сборник советов одного из их учеников. Я попытаюсь передать некоторые их слова в свете нынешнего времени. Воспринимайте меня как одного из учеников, их учеников. Я лишь передающий их слова, может быть немного обновленным языком, дающий советы для попытки овладеть йогой по их методу, лишь адаптированному мной для третьего тысячелетия. Переводы этих текстов существуют. Они сделаны великолепно, с подробными комментариями. Читая эти переводы, бываешь ошеломлен эрудицией переводчиков. Они вникают в каждое слово, исследуют этимологию, приводят параллельные места из других текстов. Если вы читали переводы академика Смирнова или Сыркина, то понимаете, о чем я говорю. Их знания и интеллект достойны восхищения. Но есть один нюанс, читая такой перевод, вникая в каждый термин, что он обозначает на санскрите, как его трактует Шанкара, в чем с ним не соглашается Романуджа, что добавил Мадхова, и так далее вдруг замечаешь, что смысл самого текста похоронен под лавиной этимологии, схоластики, истории. Есть прекрасная легенда о Манговой роще. Кратце она выглядит так. Отец посылает сыновей в Манговую рощу. Возвратившись, старший начинает рассказывать об истории Манговой рощи, кому она принадлежала раньше, и средний докладывает о точном количестве деревьев, об их возрасте. А младший лишь смущенно улыбается, говоря следующее, «Я попробовал плоды манга. Они сладкие, но невозможно передать словами их вкус. Отец сам должен поехать и попробовать». Эта притча прекрасно передает ситуацию в йогической литературе. Есть авторы, пересчитывающие каждое дерево, каждый листик. Их труды перегружены так, что теряется главное вкус манга. Зачем читателю вникать в нескончаемые споры между приверженцами бесконечных направлений йогической мысли, или изучать историю происхождения того или иного сакрального текста. Вкус этих текстов в неком ментальном состоянии, возвышающемся над обычным, повседневным умственным планом. Нирвана, самадхи, мокша, кайвалья. Все эти термины обозначают некое иное, недоступное простому смертному ментальное состояние. Древние тексты подчеркивают, что оно благо, бесконечно продолжающаяся эйфория, достигаемая упражнением и соответствующим образом жизни, а не логикой и ученым многословием. Так что смысл этих сакральных текстов в том, чтобы лишь констатировать, что есть манга с великолепным вкусом, и дать приблизительный путь, следуя которому читатель сам найдет заповедную рощу и сам попробует вкус сакрального плода. Описывать состояние нирваны почти безнадежно. Можно лишь метафорически, эзоповым языком, приблизить читателя к ее сути, но истинное знание у него появится лишь тогда, когда он сам попробует ее вкус. Это называется анубхава, непосредственное восприятие душой. Нирвана выше ментального, логического плана, поэтому непередаваема словами. Лишь приведя свой ум в специфичное успокоенное состояние, адепт своим истинным я, своей душой переживает восторг, эйфорию, несравнимую ни с чем, достигаемым другими средствами. Поэтому я попытаюсь передать смысл, вкус этих текстов, суть, на понятном современному человеку языке, не перегружая читателя санскритскими терминами и цитатами разных комментаторов. Но совершенно обойтись без санскритских терминов не удастся. Санскрит имеет больше психологических терминов, чем современная психология. Некоторые из них невозможно перевести, по той причине, что соответствующих понятий в других культурах просто нет. Поэтому мы должны начать с некоторых непереводимых санскритских терминов, без которых говорить о йоге невозможно. Начнем с термина йога. На санскрите это слово обозначает связь, придерживание, связывание, ермо, сухожилие. Его стали употреблять с незапамятных времен, чтобы обозначить процесс, когда человек старается уздать самого себя, старается соединить себя с абсолютом. На сегодняшний день это слово обросло невероятным количеством абертонов и ассоциаций. Для масс йога факеризм, глотание углей и сидение на гвоздях. Немного продвинутая часть общества считает йогами людей, занимающихся странной физкультурой, соблюдающих диету и сдвинутых на теме здорового образа жизни. Еще больше сведущие знают, что йога не только физическая сторона, но и дыхательные и умственные упражнения. Но йогу можно культивировать, совершенно не меняя внешний образ жизни. Йогическая медитация может выглядеть как обычная задумчивость. Со стороны, может казаться, что человек погрузился в себя, и совсем не обязательно, чтобы он сидел, скрестив ноги. Суть йоги в изменении мира созерцания, восприятия реальности. Йога – это метод надеть розовые очки, чтобы видеть серую, унылую жизнь в розовом свете. Это называется изменением даршаны. Не имеет значения, являются или нет йогические истины объективной реальностью. Йога работает с субъективной реальностью, поэтому для результата важно насколько поверит сам тренирующийся в эти истины. Этот момент вы должны понять, чтобы мы смогли двигаться дальше. Посмотрим на йогу в этом ракурсе. Человек несчастен. Он претерпевает жизнь, как нечто болезненное. Он не удовлетворен действительностью. Это точка отчета, фундамент. Только подобный тип людей сможет практиковать йогу результативно. Никто не сможет иметь успех, если не испытывает отвращения к миру. Здесь йога схожа с буддизмом. Только отвращение к миру является импульсом для восприятия душой буддийских истин. Для западного менталитета непонятен подобный взгляд на жизнь, но почти все восточные системы имеют целью освобождения души из круговорота перевоплощений. Термин сансара – это непонятный для запада термин. Сансара – это непрерывная жизнь. Человеческая жизнь – лишь эпизод среди бесконечной череды воплощений. Почему люди Востока стараются прекратить то, что для людей Запада является предметом мечтаний? Почему нужно стремиться прекратить эту череду перевоплощений? Я постараюсь ответить с йогической точки зрения. То, о чем мы будем говорить, реальна и истина, ведь оно касается субъективного миросозерцания. Йога не интересуется объективной вселенной, отстраненными философскими проблемами. Гносиология ее не интересует. Знание ради знания не имеет никакой цены. Йога прагматична. Как достигнуть блага? Вот фраза из Пхагавадгиты, которую можно принять лейтмотивом йоги. Йога смотрит на страдания, как на болезнь. Чтобы бороться с этой болезнью, нужно понять его причины и найти лекарства. Причин несколько. Одна из них – изменчивость, эфемерность. Все изменчиво. Одно желание сменяет другое. Одна и та же вещь, желанная в одном отрезке времени, становится нежеланной в другом. Желающий и желаемое претерпевают постоянные изменения. Сам механизм удовлетворения желаний имеет тенденцию к привыканию. Нечто, доставляющее удовольствие, скоро становится обыденностью, приедается. Нужно наращивать интенсивность возбуждения, чтобы получать тот же эффект. Это как с наркотиками. Человек быстро привыкает к дозе, и ему нужно все больше и больше. А если не увеличивать количество, эффект не достигается. А при случае уменьшения уже привычной дозы, начинается страдание. Это закон. Так бывает не только с наркотиком, тот же механизм действует во всем. Деньги, власть, популярность, все это действует аналогично. Исходя из этого, йоги делают вывод, что невозможно найти удовлетворение во внешнем мире. Счастье, наслаждение, все то, к чему стремится обычный человек, недостаточно желанный йогу, ибо он знает об их конечности. Если бы этой конечности не было, то в наслаждениях не было бы ничего плохого. Представьте двух подростков. Им предложили попробовать морфий. Один, не задумываясь, берет и пробует. Другой отказывается. Он способен увидеть отдаленный во времени результат этого поступка. Сиюминутное наслаждение означает последующее страдание. Йога смотрит на любое желание подобным образом. И над всем этим возвышается страх смерти. Человек, в отличие от животных, еще в детстве осознает, что и он и все его близкие движутся навстречу неминуемой гибели. После вырастая, люди погружают этот страх глубоко в себя. Но он постоянно вырывается, отравляя всю жизнь. Вот в конспективном виде признаки сансары. Из-за всего перечисленного человек страдает, и ничего внешнее не может освободить его от этого страдания. Но есть ли выход? Почему мы не принимаем мир безоговорочно? Почему мы так страдаем от мысли о смерти? Все имеет свое начало и конец. Почему мысль о конечности неприемлема нам? Все видят, что жизнь, любовь, молодость заканчивается. Но думают, надеются, что именно их любовь будет длиться вечно, что именно их обойдет стороной старость и смерть. Это результат некой сущности, скрытой за нашими личностями. Эта сущность протестует против конечности, потому что вечность, бесконечное бытие, ее способ существования. Если бы мы были лишь эволюционно поумневшей протоплазмой, то мы бы воспринимали мир без протеста. Откуда этот протест? Почему каждый из нас чувствует себя, словно тот зеленый крокодил из анекдота, по недоразумению попавший в розовый мир. Мне очень нравится этот анекдот. Он великолепно передает то, что я хочу сказать. Представьте себе, розовый мир, розовая трава, облака, вода. И среди всего этого зеленый крокодил, дико протестующий, попавший в не свой мир, наши души точно так же чувствуют себя, в этом мире. Все подобно свече, а неумолимое время, пламени. И среди этой конечности наши души, жаждущие вечности. Мы привязываемся к чему-то, но каждый миг приближает конец и нашей привязанности, и того, к чему, или кому мы привязаны, и нас самих. Этот садистский аттракцион йога называет сансарой. Сансара – пытка. Как можно быть способным любить, среди тающего мира, словно состоящего изо льда. Но йога – не пессимистическое учение. Она дает рецепт избавления от сансары. Этот рецепт согласуется с логикой. Попробуем поразмыслить на дописанной ситуации. С одной стороны, в нас заложено стремление жить, существовать в этой сансаре. Йога говорит, что даже самоубийство не поможет вырваться из сансары, ибо суицид случается от эффективного, моментального импульса, в силу стечения обстоятельств. Но предрасположенность привычка вновь притягивает душу, и она возвращается в материю, воплощаясь снова и снова. Нужно изменить точку зрения, само мироощущение. Нужно различать вечное и конечное. В древних текстах подчеркивается эта способность, достигаемая йогой, отличать сад – вечное, от осад – временного. Нужно осознать, что привязываясь к кому-то, мы привязываемся к вечному, к сути. Например, вы любите собаку, привязаны к ней. Если она потеряет ногу, Боже упаси! Вы не станете меньше любить ее. Следовательно, вы привязаны к самости, к сути, а не телу. Я извиняюсь, что приходится приводить такие примеры. У меня была собака, которая умерла совсем недавно. Я не собираюсь спорить ни с кем, насчет того, есть ли душа у животного. Одна религия говорит одно, другая – другое. Но я знаю одно, когда мой четвероногий друг клал голову на мою руку и с преданностью смотрел в глаза, я видел за этими печальными глазами кого-то, кого мне ужасно не хватает. Я тоскую по этому кому-то, а не по лапе, мордочке или хвостику. Наверное, эту сущность и называют атманом. Перенести внимание от временного к вечному и есть изменение даршаны. Давайте сделаем маленький эксперимент. Вы можете воспринимать стакан, как наполовину наполненный или как полупустой. Это и есть сокровенная суть йоги. Она меняет наше восприятие. Роза с шипами превращается в нечто чудесное, в розу среди стольких шипов. Смотря что воспринимать фоном, на что акцентироваться, и никакой сансары больше нет. Йога воспринимает мир, как спектакль вечных сущностей, лишь играющих роли конечных, беспомощных личностей. Эти личности, как маски, скрывают истинные лики актеров. И йога учит методу, с помощью которого можно изменить восприятие реальности, превратить то, что до этого было главным, в фон. То, что бодрствование для остальных, лишь сон для йога. То, что реальность для него, кажется сном остальным. Чем йога добивается этого результата? Изменением образа мышления. Тренировка, аскетизм, изучение сакральных текстов, самообуздания. Все это служит одной цели, изменить даршану. Поэтому йога и называется йога даршиной. Есть еще санхья даршана, ньяа и вайшешака даршины и так далее. Моя цель – собрать сакральные тексты йоги, изучение которых изменяет даршану. Вам нужно будет читать их, опустошив свой мозг. Это нужно, чтобы слова древних мудрецов влились в вашу психику, не смешавшись с другим знанием. Это другое знание, подобно одному сорту вина, ничуть не хуже того знания, которое есть в сакральных текстах. Но оно иное. Если вы пожелаете принять даршану из упанишад или вет, вы должны постараться освободиться от уже сформированных установок, стереотипов на данную тему йогу. Изучение сакральных текстов – одно из упражнений классической йоги. Это составляющий элемент ниямы, особых предписаний, обязательных для продвижения в йоге. Это изучение совершается особенным образом. Ниже я попытаюсь сделать акценты на некоторых моментах. В йогической традиции изучение йогических сакральных текстов рекомендовано как параллельный процесс, помогающий в упражнениях, но и усовершенствующийся благодаря упражнениям. Знания помогают в практике йоги, а практика совершенствует знания, написано в Курма Пуране. Возьмем, к примеру, одну из упанишад, Катха-упанишаду. Ее объем небольшой, несколько страниц. Но эти несколько страниц можно изучать в течение всей жизни. Дело не в той информации, которую воспринимает наш ум из этой упанишады. Эта информация становится известной уже с первого прочтения. Но в тексте описан ментальный настрой продвинутого адепта. Давая древним словам омывать наш ум, мы как будто очищаем себя, на нас переходит ментальное состояние мудреца, описавшего свое видение тысячелетия тому назад. В самих упанишадах описан процесс, при помощи которого их нужно изучать. Шравана, Манана, Дхарана – это три последующих этапа, переходящие один в другой и кончающиеся в йогической медитации наивысшей степени, самадхи. Шравана слушания. Это означает восприятие мыслей из древних текстов с соответствующим вниманием, с должным почтением, очистив свой разум от фривольных ассоциаций и комментариев. Словами из сакральных текстов с нами говорят учителя древности. Даже эти святые люди не претендуют на авторство, называя себя лишь передающими, услышавшими вечные истины. Самые авторитетные тексты упанишады, веды, называют шрути, услышанное. Для правильного восприятия содержащихся в шрути истин, обязательно благоговейное настроение ума. Почти все эти тексты были тайной, которую учитель передавал самому близкому ученику или старшему сыну. Упанишада в переводе с санскрыта означает тайное знание. Другое значение, воспринятое сидением у ног учителя. Эти два значения, если вы правильно поймете их, дадут вам некий ключ, в каком ментальном настрое эти истины воспринимаются умом наилучшим образом. Все тексты заканчиваются наставлением, кому можно передавать это знание, а кому нет. Почти все упанишады настаивают, что изложенное в них нельзя передать недостойному, не обладающему успокоенным умом. В древности изучение шрути было запрещено низшим кастам. Любой представитель низшей касты, не принадлежащий карием, строго наказывался, если его уличали в изучении этих тайн. Например, в Рамаяне описан эпизод, когда Рама, праведный царь, воплощение Вишну, убивает представителей низшей касты, изучающих и практикующих йогу. Даже Шанкара, живший относительно недавно, соглашался с этими запретами. Он одобрял заливание расплавленным металлом ушей шудр, услышавших отрывок из вет. Я привел эти примеры, чтобы продемонстрировать, какое значение придавали в арийском обществе этому знанию. Теперь, когда на дворе третье тысячелетие, благодаря техническому прогрессу, каждый из нас легко может получить доступ к тем тайным словам, которые на протяжении тысячелетий учителя устно передавали лишь избранным ученикам. Это знание считалось самым дорогим, что мог подарить отец сыну. Простолюдин, не принадлежавший к высшим кастам, рисковал мучительно расстаться с жизнью, случайно услышав несколько фраз из этой тайны. Помните все это, когда будете читать цитаты из Шрути, и пусть у вас будет хоть только того благоговения, с которым к этим словам относились миллионы людей в течение тысячелетий. Шравана, восприятие знания из тайных текстов с должным вниманием и соответствующим настроем ума. Дальше идет Манана. Это означает логическое осмысление, выявление сути, отбрасывание второстепенного. Способ изложения, это изопов язык, иносказательный, метафорический. То, о чем хотят поведать эти тексты, не имеет аналогов, поэтому невозможно передать эти истины привычным языком. Манана и означает проникновение в суть излагаемого, освобождение от шелухи, чтение между строк, или расшифровку. Моя цель состоит не только в том, чтобы собрать самые важные из этих текстов, но и продемонстрировать, как нужно расшифровывать их, как можно читать между строк. После Шраваны, Манана идет в Кхарана. Это означает концентрацию внимания на том главном, что было воспринято путем соответствующего восприятия и анализа. Нужно пройти все эти стадии, чтобы эти тексты изменили вашу Даршану. Если правильно читать их, правильно анализировать, расшифровывать и концентрироваться на том главном, что есть суть, то у вас возникнет то ментальное состояние, которое было у древнего мудреца, впервые услышавшего голос безмолвия и описавшего открывшие истины своему ученику. Это состояние называется Самадхи. Это иной уровень видения, с помощью которого мозг получает интенсивность телескопа или микроскопа. Самадхи – некая гигантская лупа. Лучи нашего ума рассеяны, как лучи солнца. Если гигантской лупой собрать их вместе, то они испепелят незнание. Каждый из нас играл в эту игру в детстве. Мы брали увеличительное стекло и, концентрируя солнечные лучи, выжигали странные орнаменты на деревянной поверхности. Я всегда удивлялся, наблюдая эту способность лупы. Солнечные лучи, такие безвредные, становились страшной силой благодаря небольшой концентрации. Теперь представьте себе, что было бы, увеличивая лупу до гигантских размеров. Чем больше стала бы поверхность лупы, тем больше разрушающей силы можно было бы сконцентрировать в одной точке. Нечто подобное можно сказать и о нашем уме. Йога говорит, что причина нашего несчастья, нашей непросветленности, нашей неудовлетворенности жизнью, некое состояние помраченности, называемое овидье. Овидье незнание, иллюзорное знание. С помощью логики возможно понять суть этого незнания. Это как лучи обычного солнца, освещавшие предмет. Но чтобы уничтожить это незнание, нужна лупа, нужна концентрация лучей. Шравана, Манана — это получение знания об овидье. Но после этого нужна тхарана, концентрация ума. И как это с солнечными лучами, концентрированный ум не только освещает, но и сжигает невежество. Этот процесс, Шравана, Манана, Тхарана — это нечто совершенно иное, чем обычное извлечение информации. Сакральные тексты не пытаются наполнить ваш ум новой информацией. Это не главная их задача. Они пытаются изменить вас, уничтожить невежество овидью, то неправильное восприятие мира, которое есть корень вашей неудовлетворенности. Это нужно иметь в виду, приступая к изучению сакральных йогических текстов, некоторые из которых я предложу дальше. Определить предмет изучения, очертить некоторые границы. Это необходимо для плодотворного процесса обмена информацией или учебы. Поэтому я решил возвращаться к этому снова и снова. Но, каждый раз, с некоторого нового угла зрения. Итак, что подразумеваю я, когда говорю о йоге? Все мы участники некого эксперимента, поставленного над самим собой Абсолютом. Это бесконечное, всемогущее существо направило свою божественную волшебную силу на самого себя, загипнотизировав и опутав себя иллюзорными качествами. Все это некая греза, некий иллюзорный аттракцион, игра, лила, в которую играет Бог. Йога – выигрышный билет, йога – выход из лабиринта, нить Ариадны. Странно, но йогический взгляд на мир очень своеобразный. Все погружены в иллюзию, и это их состояние продолжится еще многие и многие инкарнации. Только те, кто полностью переключились на тот или иной путь освобождений, Джнана Марга или Раджа Марга, освободятся от иллюзии в этой или следующей жизни. Только они получат удовольствие от божественной комедии, от аттракциона. Упавший лист, закат или стая чаек. Все это может быть использовано Богом, чтобы изменить нас, ибо, чья нас, он изменяет, пытается пробудить ту частичку самого себя, которую некогда внедрил в прах, называемый нами всеми. Он вдохнул часть себя в мертвую материю, глину, теперь он старается заставить нас переменить точку зрения. Мы, как свечи, отождествляющие себя с воском. Нужно отождествлять себя с огнем, и процесс горения станет совершенно иным феноменом. Все остальные страдают, ибо отождествляют себя с воском. И жизнь, процесс горения, страдания для них. Но можно изменить миросозерцание даршану и воспринять себя пламенем. И, о чудо, процесс горения перестает быть страданием, лишь он может помочь. Только учитель учителей может изменить наш взгляд столь коренным образом. Вот что я подразумеваю, прося вас не называть меня в ваших письмах учителям. Я лишь передаю его слова, комментирую тексты, которые содержат его учения. Шрути или услышанное, даже древние авторы не претендовали на авторство. Себе в заслугу они ставили лишь то, что посредством праведной жизни стали теми, кого он избрал, чтобы возвестить миру свое знание. А я, лишь самый последний в их ряду. Да не помешают мои слова словам древних мудрецов. Да не искажу, нечаянно я их слов, ибо свято верю, что унесенных голосов, сам логос, глаз абсолюта. Эти тексты трудно понимать, не зная санскритских терминов. Вот я и взял на себя смелость передать слова древних современным языком. Ваши слова благодарности, приходящие из письмах, радующие меня, в первую очередь адресованы к древним мудрецам. Им принадлежит статус учителей, я лишь их ученик. Но моей компетенции достаточно для того, чтобы научить вас понимать древних мудрецов. С 12 лет я снова и снова пытаюсь читать упанишады, гиту, йога-сутры. По мере сил я стараюсь жить согласно этим текстам, есть, дышать, думать, медитировать. Теперь мне 50 лет. Я потратил много времени изучая, практикуясь, передавая другим, помогая. Весь мир погружен в сон. Есть слова тех, кто проснулись. И я немного понимаю слова бодрствующих, и даже кое-как могу передать вам. Вот и все, большей претензий у меня нет. Некоторые из вас постоянно рассказывают в письмах о начавшемся процессе пробуждения, при чтении моих работ. Внутри некто начинает шевелиться и пробуждаться. Может быть, другой автор сделал бы это лучше, более красиво, или многословнее. Но суть моих работ в том, чтобы процесс пробуждения начался. Остальное уляжется само. Остальное пойдет как волшебный сон. Есть двоякое существование в мире. Одно, когда душа спит, продолжая спать. Другое, когда она начинает просыпаться. Я начал просыпаться. Время, категория сна. После пробуждения времени не существует. Впереди я на шаг к Мокши, или позади. Какое это имеет значение? Ведь после пробуждения нет понятий впереди, или позади. Я собираюсь проснуться. Я уже начал просыпаться, если хотите, то можете быть моими спутниками. Без учителей и учеников, без новых сект, учений и фарсов, в стиле саентологии. Очень много людей играют в йогу, в оккультизм, в теософию. Это сны внутри сна. Все это сны. Я лишь предлагаю проснуться. Всем нам. Передавайте знания лишь тем, кто хочет проснуться. Не тревожьте спокойствие сна других. Не утверждайте, что выбранный ими путь, всего лишь одно из сновидений. Йога для избранных среди избранных. Тех, кто действительно осознал иллюзорность нашего бытия, очень мало. А тех, кто смог это, единицы. Я устал от одиночества. Я слышал о рэкете среди глухонемых. Если богатый глухонемой не платил некий обязательный взнос, то его подвергали астракизму, с ним переставали общаться. Но никто не отказывался платить. Для человека это пытка, отсутствие общения. Да, глухонемой мог общаться с обычными людьми, но ему нужно настоящее общение, обмен мнениями. Ему нужно общаться с равным, а не человеком, кое-как владевшим языком глухонемых. Это моя история. Всю жизнь я ищу тех, кто хотя бы заподозрил бы, что вокруг нас некий сон, некая греза. Вот и секрет моей работы, этого сайта. Я решил сплести огромную паутину, чтобы поймать нескольких душ. Я хочу быть другом десятка душ, просыпающихся ото сна. Вот моя цель. Десяток душ, начавшихся просыпаться. В письмах вы просите дать больше конкретных предписаний для начинающих. Я хочу, чтобы первые шаги вы сделали осознанно. Этим будет положен фундамент, прочный фундамент всему дальнейшему пути йоги. Вы должны захотеть стать йогами, желать этого всеми фибрами вашей души, всем своим естеством. Как в той легенде, когда гуру опустил голову ученика в воду и стал удерживать его. Наконец, ученик силой поднял голову, чтобы сделать глоток воздуха. Запомни, только тогда, когда ты захочешь стать йогом так же, как только что хотел вдохнуть, ты можешь надеяться на успех в йоге, напутствовал гуру. Хотите ли вы стать йогом с такой интенсивностью? Есть ли в вас демонический порыв, сметающий все, объявляющий войну всему мирозданию? Йога трудна, это нужно осознать. Учитель учителя Шанкары Гаудапада сравнивал трудность йоги с попыткой человека осушить озеро, вынимая воду соломинкой. Это верное сравнение. Есть легенда о птице, у которой океан отнял птенца. Решив вернуть его, птица объявила войну океану и стала вытягивать воду из океана своим клювом, собираясь работать вечность, но осушить всю воду. Вот какая настойчивость вам нужна. В легенде появляется мифическая Гаруда, Вахана Вишну, и заставляет океан вернуть птенца отважной птице. Это некий ответ каждому из нас. Начиная йогу, мы подобны той птице. У нас есть лишь решимость воли и никакой реальной возможности логической добиться результата. Мы подобны Мюнхаузену, решившему поднять самого себя за волосы из болота. Для нашей обычной личности пройти путь йоги – нечто невообразимое, подобно осушению озера птицей. Но все дело в том, что наши решимости воля, наши стремления не остаются незамеченными. Внутри, в нашей глубине есть некто, подобно мифической груди. И этот некто начинает просыпаться. Так что путь, начатый нашими обычными личностями, заканчивает некто другой, в кого эти наши личности постепенно превращаются благодаря йоге. Таттвамаси, ты одно с тем, твое я едино с абсолютом. Это квинтэссенция всего знания, что есть в упанишадах. Начиная путь обычной личностью, постепенно мы изменяемся, что дает повод надеяться пройти путь йоги, завершить садхану. Без этого, если говорить реально, стать йогом было бы невозможно. Йога – самая трудная вещь в мире из-за могущества Майи. Йога – самая легкая вещь в мире из-за могущества Атмана. Начиная садхану, путь к совершенству. Вы становитесь местом борьбы, полем для войны между иллюзией и тем, кто вне иллюзий. Ваше истинное Я вне этой иллюзии изначально. Тогда как объяснить нынешнее, непросветленное состояние? Это и есть овидье, неведение, когда веревку принимают за змею. Нет змеи, только веревка, эта мысль освобождает от иллюзии. Так же происходит и с нашим Я. Считая самого себя воском, люди страдают, им не нравится процесс горения свечи. Но йога изменяет воззрение, и ученик перестает отождествлять себя с воском. Он – это пламя. И, о чудо, мир становится иным. Процесс горения свечи, болезненный до этого, вдруг становится чем-то чудесным. Я хочу, чтобы каждый из вас окинул взглядом это поле боя, эту Курукшатру, как это делает Арджуна перед битвой в начале Пхагавадгиты. Радуйтесь, ибо Кришна темный, черный, непроявленная часть нас, наше Божественное Я, руководит нашей битвой. Он наш Колесничий. Значит, победа за нами. Мы уже выиграли. Есть китайская книга, нечто вроде энциклопедии для воинов, искусства войны Сунцзы. Главный постулат этого руководства в следующем. Истинный полководец начинает бой, уже выиграв его. Он вязывается в бой, только если уже выиграл этот бой, выиграл морально, логически, мысленно. Это и есть долг истинного полководца – дать сигнал к бою, уже выиграв его. Искусство войны Сунцзы – нечто большее, чем руководство для войны. Это философия, сакральный текст, понимаемый на разных уровнях. Мы можем читать в нем то, что необходимо нам, ввязывающимся в бой с мохой, всем низменным в нашей природе. Моха или Мара – это майя, иллюзорность. Окиньте поле боя, Курукшатру. Это поле чести, поле долга. Легенда гласит, что нынешнее время, век зла или Кали-юга, началась с войны на Курукшатре. Это нужно понимать метафорично. Этот бой, в сердцах каждого из нас, не нужно искать географического места, хотя и такое найдено в Индии. Мы должны начать бой лишь тогда, когда уже выиграли его, выиграли морально, логически. Вот почему я хочу, чтобы вы подготовились к начале пути. Конечно, это не означает, что вы не можете делать пранайму или асаны. Но вы должны осознать трудность этой битвы и совершенно осознанно ринуться в бой. Это инициация. Это начало садханы. Вы можете быть искусным в упражнениях, можете иметь опыт йоги в несколько лет. Но это другое. Теперь, читая эти слова, вы должны осознать весь путь, окинуть его мысленным взором. Вы должны почувствовать союзника, непроявленную часть вашей души, с божественных высот руководящего вами. Только так можно надеяться выиграть бой. Так что совершайте три крии, читайте сакральные тексты, дрессируйте свою низменную, животную часть и веряйте руководству Богу, каким бы именем вы его не называли. Может быть для того, чтобы вы набрались опыта, нужны опасность или бедность. Как мы можем знать этого? Поэтому самое логическое быть готовым встретить все, что он пошлет, как уроки, да будет воля твоя. Мы просим лишь знания и мудрости. Если вы не ощущаете веры, то и это не преграда. Йога не основана на вере. Если вера есть, то это великолепно, это облегчает садхану. Но существуют души, которые не могут удовлетвориться ситуацией или-или. Им нужен твердый фундамент под ногами. Они хотят ощущать душу, если она есть. Видеть Бога, чтобы верить. Такие люди могут совершать ишварапранитхану, изменив ее. Вместо Бога они просят помощи у мудрецов и пророков. Есть буддийские, атеистические направления йоги, где применяется такой взгляд на мир. Мудрецы и йоги, достигшие совершенства, вот к кому обращены просьбы даровать мудрость. Нет ничего плохого в том, чтобы быть атеистом. Главное, жажда знания. Если человек искренне желает познать истину, то истина откроется перед его взором, и тогда он будет знать, есть Бог или нет. В тех письмах, которые я получаю, вырисовывается всеобщее желание найти гуру воплоти. Есть желание передать ответственность на другого. Вот, наконец, появился тот, кто сможет привести нас к мокше. Если вы достаточно подготовлены, то от него вы быстро узнаете способ восприятия мира. В принципе, при вашей готовности, вам лишь нужно пообщаться с просветленным, и вы сразу сможете смотреть на мир его глазами. От него можно зажечь ваш внутренний огонь. Но для того момента, пока такой светозарный гуру окажется в вашей близости, вы должны подготовиться. Ученик подходит к учителю, прося о наставлении и имея способность перенять знания. Достаточно простого пребывания в обществе просветленного. Так вот, я лишь готовлю вас к этой встрече. Оглянитесь, поищите, и вы увидите огромный мир, оставленный просветленными. Эти таинственные писания, при их правильном понимании и следовании их рецептам, приводят к некому состоянию, в котором пребывали все те люди, коллективным знанием которых эти писания, агамы, и являются. Я только перевожу эти тексты с непонятного языка, на понятный современному человеку язык. Не нужно ждать гуру. Но нужно быть готовым бороться в одиночестве. Можно стать просветленным без гуру, без многолетней тренировки и изучения. Для этого и есть система йога. Вы должны уравновесить силы в вашем внутреннем мире, гуны. Йога, путь интроспекции, обращение внутрь. Оставьте внешнее, найдите счастье в атмане, вашей самости. Преданной йоге, вы достигнете неприходящего блаженства. Ибо все иные наслаждения временны, приходящие. Счастлив лишь тот, кто понимает это, и имеет силу противостоять низменным стремлениям. Такого человека Гита называет воистину счастливым. Счастье нельзя найти в чем-нибудь внешнем, ибо все приходящее. Но внутри нас, внутри наших близких и друзей, есть нечто неизменное, атман. Кто счастлив внутри, радуется внутри, озаряется внутри, достигшей сущности Абсолюта, Брахмана. Это состояние нирваны. Нирвана означает успокоение, умиротворение. Когда метание психики успокаиваются, как волны на поверхности озера, и становится возможным увидеть дно. Получают нирвану йоги, уничтожившие грехи, отказавшиеся от двойственности, обуздавшие себя, отказавшиеся от агрессии ко всему живому. Для отрешившихся от вожделения и гнева, тренирующихся в медитациях, обуздавших психику, познавших самого себя, близко пребывает нирвана. Понимать все это можно, без всякого ненужного мистицизма. Просто это иная форма существования вашего сознания. Вы смотрите на картинку с двумя значениями и произвольно меняете одну на другое. Видите наполовину полный стакан, а до этого видели полупустой. Тексты имеют влияние на ум. Почему-то современные гуру упускают это правило неямы. Если вы возьмете, для примера классику йоги, йога-сутры, то там нет упоминания, что должен обязательно существовать живой учитель. Вот и все. Если хотите, то можете узнать, как должен заниматься обучением самого себя упражняющейся. В йога-сутрах ученик должен вести спокойный образ жизни. Он должен исключить агрессию, похоть, лень, ярость и зависть. Гита проповедует более легкий метод. Нужно ежедневно концентрироваться, прося помощи у учителя-учителей. Гита утверждает, что внутренняя сущность сама очистит ум от загрязнений. Гита не ставит целью добиться освобождения своими силами. Здесь акцент на бхакти, божество изнутри помогает йогину, чтящему лишь его. Как только Всевышний станет предметом искания, то вы уже можете быть спокойны. Такая медитация на сверхдушу в самом себе и есть утонченная медитация бхакти. Но йога-сутры почти полностью стоят на философии Сангхи. Даже шлока о Всевышнем некоторым специалистам кажется интерполяцией или добавленным по Танджали, под пресс-традиции. Но сутры можно понимать по-разному. Одно из пониманий — понимать их так, как они написаны. Сутры учат всем методам и преданность Всевышнему и Шварапранитхана, только один среди других методов, такой же, как, например, пранаяма. Согласно йога-сутрам, те, у кого появляется интерес к йоге, могут быть разделены на категории. Самый быстрый результат ожидаем в третьей категории, имеющих сильную мотивацию — слабая, средняя и сильная мотивация. Сам метод йоги тоже делится на слабый, средний и сильный. Йог, обладающий сильной мотивацией и придерживающийся интенсивного метода, стоит на пороге Мокши. Это его последнее рождение. После этого он сможет существовать, лишь как свободный Пуруша. Чтение сакральных текстов дает знание. Знание помогает йоге и от йоги и приходит. Так что получается полный круг, благодаря почерпнутым из текстов, ученик проникает в суть вещей, попадает в иное состояние психики. Само это состояние дает возможность на ином уровне понять йогические тексты и так далее, пока душа не возвысится над страданием. В этом цель — добиться такого психического состояния, чтобы боль, печаль и страх над нашими истинами я не властвовали. Это и называется вивекой, различающим постижением Пуруши и Прокрити, субъекта и объекта. В гите описан круговорот гун. По этой теории каждая гуна доминирует некоторое время, а потом передает эстафету другой гуне. И так до бесконечности. Текст советует не привязываться к сатове, когда она становится доминирующей. Гуны вращаются в гунах, говорит учитель, и советует отрешить свой атман, дух от изменяемой психики. Из-за волнения и попеременного доминирования гун, Пуруша остается в иллюзии. Но как только к нему обратится другой Пуруша, не спящий, первый получает шанс выйти из Майи. Вот секрет важности отношений гуру Чала. Но при нынешнем времени есть большая вероятность нарваться на афериста. Поэтому я и советую, не верьте никому, мне тоже, проверяйте все сами. Изучите сакральные тексты и ухватитесь за то главное, что написано во всех текстах. Этому уже можно верить. Когда вы уловите нечто объединяющее гиту, йога-сутры, упанишады и так далее, то можете быть спокойны, вы нашли метод. Следуя этому методу вы придете к мокше, как человек приходит в нужное место благодаря отличной карте. Считайте сакральные тексты картой, созданной для путешествия в неизведанное. В Библии написано, что нужно отдать духовности один день из семи. Тоже в Торе. Мусульмане тоже выделяют один день из семи и целиком посвящают духовному совершенствованию. Я хочу, чтобы вы уловили суть, нужно примерно одну седьмую всего времени посвятить духовности. Не обязательно, чтобы это был один день недели. Просто из каждых семь часов, один нужно выделить для йоги. Так вы сможете упражняться примерно 3-4 раза в день, по часу. Если вам мешает работа, то по два часа утром и вечером. Не огорчайтесь, что прекратив упражнения, вы возвращаетесь в обычное состояние сознания. Гуны вращаются, поэтому вы не можете оставаться в сатвическом состоянии все время. Но примерно одну седьмую времени нужно пребывать в саттаве. Запомните это. Одна седьмая времени – это некий сакральный рубеж. Например, если будете посвящать духовности одну восьмую, то ожидаемого прогресса не будет. Только одна седьмая вашего времени и есть тот рубеж, когда начинается трансформация к лучшему. Конечно же, если вы посвятите духовности одну треть времени, то прогресс случится намного быстрее, но достаточно и одной седьмой вашего времени. Запомните это, одну седьмую вашего времени вы должны пожертвовать духовному поиску, упражнениям, медитациям, молитвам, изучение сакральных текстов и так далее. Один день из семи, одна неделя из семи недель. Один час из семи часов. Вот сколько необходимо жертвовать на алтарь совершенства ради самосовершенствования. Это время принадлежит Богу, истине, вашей душе. Возьмите один день из семи или час из семи часов. Измените обстановку снаружи, но и внутри. Главное – внутри. Постарайтесь, чтобы за этот час или за этот день ваши мысли были безупречными, такими, какие вы представили бы в судный день на высочайшем суде. Пусть ваши глаза и уши смотрят и слушают гармонию. Пусть в ваших мыслях будет праведность и чистота. Пусть время будет заполнено маленькими победами над собой, над всем низменным в себе. Омовение холодной водой, мауна, молчание, диета или голод. Воспитывайте вашу волю. Упражнения, асаны, пранаймы, медитации. Воспитывайте ваше тело. Стхула-шарира, физическое тело. Сукшма-шарира, тонкое тело. Корана-шарира, причинное тело. Читайте сакральные тексты, молитесь, говорите о главном, думайте о главном. Сделайте одну седьмую вашего времени совершенной и преподнесите как жертвоприношение учителю учителей. Он предпочитает такую жертву любой другой. Вы будете вознаграждены. Не важно, насколько правильно вы дышите или медитируете. Важно, насколько вы искренны, Всевышний знает сокрытое в вас. При условии вашей чистоты и настойчивости, он выведет вас на прямую дорогу. Поверьте, это одна седьмая времени, проведенное правильно, согласно сакральным предписаниям, перевесит остальные шесть седьмых и начнет изменять вас. Такова сила гармонии. Лишь одна седьмая, вот что от вас требуется. Гита считается более легким для понимания, хотя и не уступает упанишадам по авторитету. Ни один сакральный текст не имеет той силы, которая есть в ней. Когда вы читаете Гиту, то вы действительно говорите с Богом, Единым Всевышним. Не нужно обращать внимание на сектантские интерполяции, добавленные позднее. Есть огромное количество комментариев к этой книге. Чтобы не повторять уже сказанное, я перескажу ее на свой лад, так как она открылась мне. Если изложенное не совпадет с воззрениями разных сект, то я приношу свои извинения. Мы рассмотрим Упанишаду, ставшую фундаментом гиты, при этом чисто с йогического угла зрения. Текст сделан в виде диалога двух сущностей. Одна светлая, белая, Арджуна, другая темная, черная, Кришна. Это две ипостаси одного абсолюта, абсолютной души, Брахмана. Единая сущность выступает как ученик и учитель, как проявленная, вовлеченная в мировую иллюзию душа и как непроявленная, скрытая в вышине Пуруша. Ученик становится на неком перепутье. Он единым взором охватывает всю трагедию проявленного космоса и в нем поднимается отчаяние, страх, безнадежность. Все смертно, подобно мыльному пузырю, который вот-вот лопнет. Смерть, как вселенский пожар, пламя, название которой, время, поглощает все и всех. Как можно радоваться, жить, как можно примириться с этим фактом? Все то, что он любит, всех тех, для кого он живет, ждет один и тот же конец уничтожения. Как можно примириться с этим кошмаром? Этот процесс осознания неизбежности смерти есть краеугольный камень нашей неудовлетворенности, наших страхов и тревог. Подобное осознание, уже происшедшее в далеком детстве, мы загнали в глубины подсознания, но от этого оно не перестало существовать. Там этот страх живет, и мы пытаемся спрятаться от него, хотя и тщетно. Это как шар, наполненный воздухом, который мы погрузили в воду. Он постоянно пытается вырваться наверх, но мы упорно удерживаем его в глубине. Одна наша рука постоянно занята удерживанием этого шара, поэтому мы неполноценные существа, мы не можем высвободить нашу психику, часть ее постоянно занята удерживанием этого страха, пытающегося вырваться наверх. Если бы не этот страх, мы были бы существами с обеими свободными руками, мы смогли бы свободно пользоваться всей нашей психикой. Этот, загнанный в глубину страх, постоянно тревожит нас, всплывая на поверхность разными способами, которые можно объединить и назвать неудовлетворенностью жизнью. Вот правда, от которой люди отмахиваются. Они постоянно обманывают себя, одурманивают властью, страстями, разными фармакологическими веществами и так далее, стараются взять на вооружение веру, разные философские системы. Некоторые пытаются побороть этот страх, поклоняясь смерти, культивируя жажду смерти, самурайская философия и тому подобное. Все это тщетно. Обмануть себя возможно только ненадолго. Вокруг нас множество людей, как будто бы вообще не интересующихся духовными вопросами, полностью переключенных на наслаждение жизненными благами. Но и у них ничего не выходит. Страх сидит в психике любого человека, кем бы он не был. Миллиардеры, звезды, императоры и президенты. Они все равны перед этим ожиданием уничтожения, что перерастает в неудовлетворенность жизнью. Представьте огромный эскалатор, на котором мы все оказываемся с момента рождения. А там, в конце горит огонь крематория, поглощая всех. Насколько бы мужественными мы не были, нас охватывает ужас, ибо к уничтожению мы движемся вместе со всеми нашими родными, со всем тем, что и кого мы любим. Это кошмар. Каждый из нас понимает, что он смертен, что все смертно, еще в детстве, как только он вырастает настолько, чтобы осмыслить, куда он попал. И его сердце сжимает страх, ужас, не только за свою жизнь, но и за жизни своих родных, друзей. Ребенок погружает этот страх глубоко в себя, пытаясь жить с этим. Но, как бы он ни старался забыть его, время от времени ужас напоминает о себе, на смертном одре очередного близкого. Я понимаю, что напряг вас. Ведь я коснулся этого страха, того, что вы пытаетесь забыть. Но забыть это невозможно. Поступок Страуса тут не поможет. Даже если вы сумеете забыть его на некоторое время, переключившись на бизнес, науку, или прыгнув в омут сладострастия, он все же останется, отравляя каждый миг вашего существования. Так начинается Упанишада. Душа человека взывает о помощи, содрогнувшись от осмысления реальности. И его наставляет некто, из самых глубин его естества. Не нужно определять этого некто ярлыком. То, что или кто, выступает учителем, поэтому и называется непроявленным темным-черным, что оно неопределяемое словом. Итак, ученик в ужасе. При осмыслении всеобщей гибели, неминуемости смерти, его ноги подкашиваются, рот пересыхает, трепещет все тело, и волосы становятся дыбом. Его руки опускаются, кожа пылает, он не в силах стоять, его разум смущен. Он не видит никакого смысла жить, наслаждаться, добиваться чего-либо. Властвовать, жить, побеждать, ради чего? Все те, кого он любит, или кого полюбит в дальнейшем, приговорены покинуть этот мир. Гита очень точно описывает шок, вызванный осознанием конечности мира. Подобный же сюжет у легенды о Будде. Там принца держали в неведении, и он вырос, не зная о смерти. Но узнав о ее существовании, принц был настолько потрясен, что ушел к бродячим философам, чтобы побороть смерть. Гита, подобно легенде о Будде, как бы выносит на поверхность то, что похоронено каждым из нас в глубинах подсознания. Это трагедия каждого из нас. То, что мы спрятали страх глубоко в себя, не означает победы над ним. Этот страх существует, отравляя нашу жизнь. И реакция ученика, то, что он опускает руки и охвачен смятением, лишь констатация страха каждого из нас. Только Бог может помочь, ибо то, как мы старались обмануть себя, оказалось поступком Страуса. Мы лишь закрывали глаза. Начиная читать Гиту, мы смотрим в глаза нашему страху. Отчаяние ученика – это душевное состояние каждого из нас. И вот ему, охваченному состраданием, с глазами, полными слез, учитель открывает тайну бытия. В действительности не было времени, когда бы ученик не существовал. То, что он не помнит свои прежние существования, ничего не значит, ведь даже отрочество вспоминается лишь фрагментарно. И в будущем никто в действительности не перестанет существовать. Такой вещи, как смерть, не существует для души. Те, кого мы любим, не тела, а некие сущности, лишь воплощение в эти тела. Нужно быть стойким, чтобы начать замечать в себе эту неизменную сущность, душу. Соприкосновение с материей полно противоположностей – холод и жар, удовольствие и страдания. Они приходят и уходят, непостоянны. Но есть некий постоянный наблюдатель, переживающий это непостоянство. Если стойко противопоставить свою постоянную, неизменную сущность непостоянству материи, то скоро можно ясно различать грань между тем и другим. Неуничтожимо ТО, наблюдающее непостоянство материи, органов чувств, психики. Есть некто неизменный в калейдоскопе перемен, сквозь детство, зрелость и старость, сквозь бодрствование и сон. Изменяется тело психика, но остается некто, наблюдающий за этим, стоящий вне изменений. Его невозможно убить. Он не рождается и не умирает, постоянный, бесконечный, он не умирает со смертью тела. Это подобно тому, как человек снимает старые одежды и надевает новые, так и воплощенный покидает старые тела и надевает новые. Его не рассекает меч, не опаляет пламя, не увлажняет вода и не иссушает ветер. Неуязвим он, не сжигаем, не иссушим, не увлажняем. Невозможно назвать его иначе, как непроявленным, неизменным. Невозможно вообразить его. Люди стараются вообразить, описать, представить эту сущность. Некоторые взирают на него, как на чудо, другие говорят о нем, как о чуде, или слушают о нем, но и услышав, никто не познает его. Слушанием, представлением, логикой он непознаваем, но его можно познать в самом себе непосредственным восприятием, с помощью медитации. Его можно познать, и только после этого страх смерти оставит человека. Так начинается Бхагавадгита. Изложенное, учение Сангхи о душе, Пуруша. Лишь познание бессмертия души освобождает от страха смерти. Гита утверждает, что познать душу можно не только после смерти, но и еще при жизни. Пуруша, некий свидетель, наблюдающий не только внешний мир, но и саму психику, саму личность человека. Мы меняемся из детства к старости, но некто неизменный воспринимает это изменение, как происходящее с единым я, этот наблюдатель остается неизменным, как среди бушующих страстей, так и в спокойном забытье сна. Все переживаемое, и глубокий сон, и активность, удовольствие и страдания. Детство и старость, несмотря на непрестанное изменение, переживается как происходящее с одной личностью, как опыт одного наблюдающего. Тело тут не играет роли, ибо оно меняется от младенчества к старости, а во время сновидений вообще не присутствует. И, несмотря на это, все происходящее переживается как опыт единой личности. Сама личность меняется, во время сновидений она кажется иной, она противоречива и непостоянна, но эту личность воспринимает некто неизменный, наблюдающий за всеми изменениями. Поэтому и возникает ощущение, что это был наш сон, это мы были в сновидении, несмотря на то, что там отсутствовало наше тело, и привычная нам личность. Мы были кем-то другим, в другом месте, с другим телом, но все это было нашим сном. Наше я переживала этот сон. Это я и есть то, невообразимое, но познаваемое с помощью медитации. Поэтому, изложив основы сангхи, учитель переходит к изложению йоги, метода познания Пуруши. В йоге не гибнет усилия. Любой опыт, приобретенный в медитации, следует за душой из инкарнации в инкарнацию. Эти навыки, власть человека над самим собой, не теряется. Даже малое продвижение, малый прогресс спасает от того ужаса, которым охвачен ученик. Как только психика становится спокойной, медитация выявляет то, о чем сангхи лишь говорит. Истинная йога это не то, что люди привыкли считать ею. Есть множество подобных направлений, придерживающихся тех же средств, но для достижения иных целей. В сущности, все эти цели, достижение божественного могущества, магических сил и так далее, сублимированное вожделение. Повторю, что достижение власти, богатства, магических способностей, учитель не порицает, а называет ребячеством. Это подобно ситуации из анекдота, когда некто нашел безупречную машину для печатания денег и продал ее. Сколько пользы в маленьком источнике, если вода течет со всех сторон? Зачем пытаться заполучить некие парапсихологические возможности, если возможна власть над всем космосом? Как только некто, спящий в глубине вашего естества, начнет пробуждаться, то он сможет управлять тканью сновидения, всем своим опытом. Йога нацелена на абсолютный выигрыш, на полное пробуждение от иллюзии и полное управление сновидением, называемым жизнью. Как только мы познаем истинную сущность самих себя, как только в нас пробудится он, то сновидение, игра в нашу личность, прекратится. Он обретет не только телепатию или телекинез, он обретет власть над всем проявленным. Больше гита магических способностей не касается. Их мы рассмотрим подробно, когда перейдем к йога сутрам. Вернемся к гите. Изложив Сангхю, учитель намечает путь йоги как единственно возможный для реализации того, о чем говорит Сангхи. Но и к йоге не стоит привязываться, ведь и она средство, способ, а не самоцель. Патанджали сравнивает йогу с колючкой, которую человек использует для вынимания другой колючки, после чего от нее нужно избавиться. Это подобно огню. Мы стоим в поле, и на нас идет волна пламени, гонимая ветром прямо в нашу сторону. Что нужно делать, так самим поджечь поле и встать на сгоревший участок. Так огнем побеждается огонь. Так колючка вынимается колючкой. Сумасшествие, называемое существованием, побеждается одержимостью, называемой йога. Это очень важный момент, недостаточно понятый другими комментаторами гиты. В непривязанности к делам, о которой говорит учитель, нужно понимать непривязанность к йоге. То, что для адепта нужно быть непривязанным к внешним делам, это один уровень понимания. Это то, что на поверхности. Но у сакральных текстов есть глубинные, зашифрованные смыслы. Именно на таких моментах я и стараюсь акцентироваться. Ведь обычных комментариев на эти тексты множество, незачем пересказывать уже не раз сказанное. Учитель говорит об устремленности к делу, а не плодам. Пхала-тришна, жажда плода, это понятие очень широкое. Все, к чему стремится человек, можно объединить в это понятие. Жажда успеха, размножение власти, все есть пхала-тришна. Любое наше действие, имеющее в основе жажду плода, кармически связывает. Подобное действие, совершенное не привязано ради долга, является иным, кармически чистым. Это трудный момент для понимания. Одно и то же действие может быть совершенно разным с кармической точки зрения. Здесь важен момент заинтересованности действующего, той жажды, с которой он подобное действие совершает. Действие, совершенное ради удовлетворения своих нужд и приобретения богатства, превращается в записанную в психику инграму, самскару. Такая самскара должна реализовать себя, повториться, снова стать действием. Так работает карма, действие превращается в самскару, в тонкий зародыш, инграму, записанную в тонком теле, перерождающемся из одного физического организма в другую. При новом рождении старые самскары пытаются реализоваться, всплыть на поверхность. Поэтому человек и рождается с некими наклонностями, присущими ему. Например, Моцарт музицировал уже в пятилетнем возрасте. Эта череда действий и привычки называется карма самскара чакра, колесом сансары, существования. Карма это наши наручники. Мы пытаемся изменить себя, но самскары противостоят с невероятной силой. Вот решение бросить курить принято. Даже прошла неделя мучений и физической ломки больше нет. Но существует набор самскар. Каждая выкуренная ранее сигарета, каждый акт требует повторения. И каждый, кто завязывал с курением, знает, как трудно с этим бороться. Йога говорит, что сам факт имеет гораздо меньшей силы, чем акт. Например, если бы то же количество сигарет было выкурено человеком не по своей воле, а во время исполнения роли в кино, то бросать ему стало бы гораздо легче. Был сделан эксперимент, где две группы подопытных изучались на предмет привыкания к морфину. Одна группа это были больные, которым морфин был назначен врачом после перенесенной операции. Другую группу набрали среди здоровых людей, и они принимали наркотик без медицинской надобности. Хотя доза у обеих групп была одна, те, кому был назначен морфий врачами, обошлись без ломки, абстиненции. Другая группа села на иглу, как и бывает с наркоманами. Здесь хорошо показан механизм самскар и кармы. Первая группа относилась к инъекциям по идеалу карма йоги, вторая жаждала плода, принимала морфий для кайфа, эйфории. Результат был ошеломляющим, морфинистами не стали подопытные из первой группы. Почему? Их действие не мотивировалось личной заинтересованностью. В психике не образовывалась самскара. Может быть, их физические тела и переставали выработку эндорфинов. Но при конце эксперимента не было ломки. Оказывается, психика, настрой играет первичную роль, а то, что морфин заменяет эндорфин, и тело перестает вырабатывать его, это уже вторично. Подобная непривязанность к плоду рекомендована Гитой, как универсальное средство освобождения. Практикуемое по отношению ко всему, чем занимается человек, такая деятельность не вызывает кармической привязанности. Гита утверждает, что подобный подход не вызывает кармических последствий от любых поступков. Например, ученик, следуя своему долгу, может убивать, поскольку он воин, кшатрий. Это первое понимание Гиты. Общеизвестное. Арджуна, кшатрий, воин. Он должен сражаться для того, чтобы вернуть утраченную власть, вероломно отнятую его дядей. Кришна советует ему исполнить свой долг, долг воина. При таком подходе даже убийство родных не повлечет за собой кармических последствий, ведь ученик лишь исполняет свой долг, не привязанно в силу стечения обстоятельств. Но мы должны увидеть и более глубинный смысл, скрытый метафорическим языком этого текста. Ученик сражается внутри. Бой происходит в его душе. Все то, что привязывает его к череде существования, все прежние самскары должны быть убиты. Все, что он любил, все, чем дорожил, должно быть принесено в жертву. Как эпизод из Библии, когда Бог требует принести в жертву единственного сына. Там, как и в гите, написанное нужно понимать не буквально, а метафорически. Для достижения истины нужно отказаться от всего остального, посвятить себя истине целиком. Ученик отказывается, не в силах исполнить требуемое. Он просит наставления, чтобы получить силу из слов учителя. И божество внутри него начинает наставлять душу, начинается процесс пробуждения. В сущности, темная, черная часть, Кришна, учит самого себя, свою проявленную, воплощенную половину, светлую, проявленную, Арджуна. В таком понимании, требование учителя сражаться, убивать то, к чему ученик привязан, приобретает иной смысл. Нужно выбрать нечто вечное, найти его внутри самого себя. А от всего остального, избавиться. Все остальное и так недолговечно. Все наши страсти и надежды, все то, что нас привязывает к этому миру, и так временно, недолговечно. Лишь найдя нечто постоянное в глубине своего существа, мы видим ту же сущность в родных и близких, во всем мироздании. И как из библейской притчи, жертва становится ненужной. Сын не принесен на алтарь. Вместо того, чтобы потерять все, мы приобретаем. Приобретаем в истинном смысле. В действительности ткань мироздания просачивается между нашими пальцами. У нас ничего нет. Все так скоротечно, что мы постоянно теряем все, к чему привязываемся. Откажись от привязанности, от скоротечного, временного. Узри грань между сущим, сад, и эфемерным временным, а сад, говорит Гита. И лишь так возможно удержать драгоценное для нашей души, удержать от всепоглощающего пожара, называемого временем. Если вы любите сына, ради сына, вы потеряете его, говорит Бриходоранке Упанишада. Лишь найдя вечную сущность в сыне, вы обретете его. И это так. Десятилетия пролетят мгновенно и все, кого мы любим, в том числе и мы сами, окажемся поглощенными смертью. Лишь познание вечного, в нас и других, помешает этому. Лишь тогда, когда мы осознаем, что сын не бренное тело, а нечто воплощенное в этом теле, мы обретем покой. До этого мы приговорены страдать, сжиматься от страха за жизни своих родных. Мы вынуждены мучиться, то и дело провожая их в последний путь. Я понимаю, что мои слова касаются очень болезненных частей вашей души. Но я не хочу вам понравиться. Я хочу помочь избавиться от страдания. Но первая ступень этого назвать, определить причину этого страдания. Называйте болезнь болезнью и она оставит вас, говорил мудрый Лао Цзи. Хватит прятать голову в землю, от этого проблема не решится. А проблема существует. Вы все, кто есть вокруг, кто дорог вам, движетесь к уничтожению. Это правда. Вы можете делать вид, что довольны жизнью, пробовать забыться страстями, рюмкой, порошком или играя в бизнесмена, ученого-философа. Все это чушь. Все тщетно. На смертном адре, вашем или одного из близких вы поймете это. Как можно избавиться от этой боли? Вот единственный вопрос, который интересует Арджуну. Ему не нужны философские теории. Как можно достигнуть блага, вот чем он интересуется. Ответ на этот вопрос и есть то, что мы все ищем в Гите. Как можно осуществить йогу? Нужно совершать дела без привязанности, лишь исполняя свой долг. Долг перед родными и близкими, перед страной и миром. Не нужно работать для денег, успеха и власти, ради плода. Нельзя быть привязанным и к бездействию. Вокруг только эти две противоположности. Или те, кто как рабы служат бизнесу, карьере, работе или бездельнике, прожигающие свою жизнь в погоне за удовольствием. Для мудрого человека неприемлемы оба эти пути. Истина посередине. Не нужно бездельничать. Но еще страшнее другая крайность. Вокруг столько заблудших, посвятивших себя своему делу целиком. Я считаю, что это как раз те, кого Библия и Коран называют поклоняющимися идолам. Бизнес, карьера, наука или искусство, всего лишь идолы. Не нужно ради них терять самого себя. Горе человеку, получившему весь мир, но потерявшему самого себя, говорится в Библии. Гита советует быть уравновешенными. Прибывая в йоге, совершай свои дела, советует учитель, оставив привязанность, равную в успехи и неудаче. Равновесием именуется йога. Жалки те, кто побуждаем плодами, достижением богатства, ученой степени, карьеры или политического могущества. Они посвящают всего себя тому, что невозможно удержать, что не вечно. Богатство и власть заканчиваются, в нынешней жизни или с ее концом. Но привязанности к богатству, к власти останутся и после жизни, в виде привычек. Это печальный закон. За все нужно расплачиваться. Если вы добились успеха в бизнесе, это значит, что в вас сформировались устойчивые самскары, предрасположенности. Они вас будут толкать к подобной деятельности из жизни в жизнь, но удача сопутствует не всегда. Как в казино, на одного выигравшего, десятки проигравших. Так что на одну удачу вам гарантированы десяток неудач, десяток жалких существований. При этом ваши привычки, самскары, перешедшие с прошлого, будут требовать прежнего комфорта, прежней власти и богатства. Наконец вы опять добьетесь успеха. Но и та жизнь закончится, стремительно, в один миг. И кошмар повторится снова. Это и есть сансара, колесо существования. Постоянная череда счастья и несчастья. Но с ужасным законом, все хорошее кончается, а плохое не всегда. Так, если вы привязались к собаке, то она обязательно умрет. Но умерев, не возникнет снова. Если вы влюбились, это чувство со временем потеряет интенсивность. Но потеряв любовь, вы не обязательно найдете ее вновь. Молодость пройдет, здоровье закончится. Но болезнь не обязательно должна закончиться тоже. Таковы законы сансары. Того, кто может охватить всю бренность сансары, Гита называет мудрым. Это единственная мудрость. Физик или знаток фондовых бирж, также невежественен с точки зрения йоги, как и не знающий наук папуаз-гвиней. Такая мудрость, по мнению учителя, намного превосходит любую деятельность ради плода. Такая мудрость ощущает, заставляет стремиться освободить себя от аков сансары. Преданный мудрости освобождает себя от кармической деятельности любого вида. Сон остается сном, вне зависимости от содержания. Сансара есть сновидение, и от нее нужно освобождаться. Благие поступки, грехи, лишь категории сансары. Единственное благо для души, познание своей истинной сущности. Это и есть вода, утоляющая жажду навсегда. Все остальное, все те добрые дела, которые вы совершите, временны, хотя и похвальны, и вернутся к вам в виде ответного блага. Это закон сохранности энергии. То, что вы отдадите, вернется к вам. Плохое и хорошее, благое и неблагое, все это возвратится подобно бумерангу. Но если вы пробудились сами, и поможете другой душе пробудиться, вспомнить самого себя, такой поступок перевесит все остальное. Никакие другие добрые поступки не сравнятся с этим. В принципе, это и побудило меня писать эти слова. Признаюсь честно, если мои слова помогут хоть одной душе, помогут Натолику освободиться от сансары, то это поможет мне невероятно. Я наберу огромное количество благой кармы. Если бы мне в молодости попалась подобная книга, мой прогресс случился бы гораздо быстрее и легче. Я помню, как пытался понять древние тексты один, без помощи. Меня запутывали санскритские термины, невероятное количество ученого, многословия западных комментаторов, разные интерполяции сект и тому подобное. Я тщетно пытался найти или книгу, или человека, который объяснил бы мне главное, на понятном мне языке. Это я и пытаюсь сделать сейчас. Может быть, кто-то сможет извлечь выгоду из моих слов, не повторить тех ошибок, которых совершил я. Впоследствии, когда мы перейдем к йога сутрам, я опишу некоторые упражнения и опасности, исходя из собственного опыта. Возможно, найдутся те, кто поверит моим предупреждениям и извлечет из них урок. Упражнения йоги опасны при их неправильном исполнении. Вернемся к гите. Определив мудрость как свободу от усрождения, сансары, жажды плода, учитель подчеркивает ее непосредственность, независимость от книг и учений. При определенном укладе жизни, после некоторой практики, такая мудрость возникает в ученике. Тогда он идет в область бесстрастия. В гите термин аномая, бесстрастие, блаженство, единение индивидуальной души с божественной. Это некое состояние нирвана-самадхи. Это не знание, добытое путем изучения и объяснений, но непосредственно переживаемое в опыте новое состояние, неизвестное обычным людям. Тогда становятся понятны сакральные тексты. Наш разум, как бы противопоставляется всем писаниям, ведь понимание происходит непосредственно в самадхи. Это и называется осуществлением йоги. Гита подчеркивает отличие подобного знания от обычного, добытого из книг. Тогда твой разум, противопоставленный писанием, непосредственно познает вечное в йогической медитации, говорит учитель. Это состояние ума называется самадхи. Посредством самадхи человек познает бессмертие души. Это знание, а не вера. Познав вечное в себе, наша жизнь изменяется. Мы знаем, а не верим. Как можно узнать человека, достигшего самадхи, спрашивает ученик, как он говорит, как сидит, как странствует. Такой человек свободен от желаний, от вожделений. Он познает в самом себе нечто, что перевешивает все страсти. Страхи и несчастья покидают его, ибо он уже проснулся, он вне иллюзий мироздания. Самадхи – полное пробуждение. Страсти, страх и гнев покидают его. Это некое новое состояние сознания, когда влечения не испытываются, нет вожделения или ненависти. Он может отключать органы чувств, поэтому внешний мир теряет власть над ним. Боль может блокироваться. Согласно Гите, это состояние подобно тому, как человек находится в сновидении, но осознал, что это лишь сон. Так бывало с каждым из нас. Мы спим, но во сне знаем, что спим и видим сон. Иногда, даже возможно управлять сновидением. Это и есть аналогия с йогой. В то время не было фильмов или компьютерных игр, иначе не было бы лучшего примера объяснить состояние йога. Мы смотрим фильм ужасов и, отождествляя себя с героем, переживаем его страх. Но как только вспоминаем, что перед нами экран, а человек, за которыми гонятся и кромсают, не мы, а лишь персонаж, страх исчезает. Этот контролируемый страх и есть смысл, ради которого мы смотрим фильм ужаса. То же касаемо трагедии. Мы переживаем за персонажа, но в любой момент можем отрешиться, выйти из иллюзии, мы контролируем страх и ужас, отчаяние и страсть. Такая аналогия точно сопоставима с йогой. Самадхи подобно нажатию кнопки пауза на пульте управления. Все замирает, все останавливается. Наша личность, страсти, мысли, желания, страхи. Вот то, что мы смотрим, из чего состоит наш опыт. Если возможен контроль над этим, если кто-то сможет дать нам пульт, чтобы можно было нажимать паузу время от времени, это было бы величайшим благом. Йога обещает именно это. Она утверждает, что мы наблюдаем уже очень давно за неким экраном. Его называют будхи-психика. Некогда свободные души, мы забыли себя и стали отождествлять с будхи. Но неким духовным усилием можно нажать на кнопку пауза, и фильм замрет, что даст нам возможность вспомнить себя. Сейчас же, в силу привычки, в силу самскар, мы инкарнация за инкарнацией смотрим бесконечные серии. Трагедии, комедии, драмы сменяют друг друга. Но мы не получаем истинного удовольствия. Это потому, что забыли, что мы смотрим фильм и принимаем все за действительность. Подобно детям, которые не могут смотреть фильмы ужасов, ибо настолько включаются в них, что принимают происходящее за действительность. Йога – это способ вырасти из детства. Это способ опять принимать удовольствие от этой компьютерной игры, от этого фильма, называемого мирозданием. Нужно подчеркнуть, йога считает иллюзией не только внешний мир, но в первую очередь нашу психику, нас самих. Мы, забывшие свою истинную сущность, считаем себя некими конечными личностями, персонажами той серии, которую наши истинные души видят. Нужно лишь нажать паузу и вспомнить самого себя, истинного. Это легко, очень легко. Для истинных наших я это также естественно и легко, как для человека, просыпаться по утрам. Нужно отвлечь все чувства от внешнего и остановить сознание, сделав его устойчивым. Это медитация. То, что ночь для всех существ, говорит Гита, есть бодрствование для медитирующего, что бодрствование для остальных, есть сон для йога. Таким путем добывается истинное удовлетворение. Погони за внешними целями и желаниями не дает удовлетворения. Лишь йогой можно добиться того, чтобы существование стало беспечальным. Свобода от своей псевдо-личности, когда душа вспоминает свою истинную сущность, дает покой и блаженство в полной мере. Все остальное лишь погони за таликой этого безмерного блаженства. Это нирвана, и ею достигается абсолют, сущая, истинная реальность, то, что действительно скрыто за нереальностью этого эфемерного мира. В этом месте начинается следующая глава, третья Гиты. Ученик прерывает философские рассуждения учителя. Противоречивые слова философствования вводят в заблуждение его психику. Он не понимает, если все сон, то почему нужно придерживаться долго, почему нужны упражнения йоги. Если смысл восстановки, в пробуждении, то теряет смысл любое действие. Скажи мне достоверно одно то, чем я достигну благо, вот крик души, измученный, сметенный. Это крик души каждого из нас, получить конкретные наставления, без примеров, без многословия, без расплывчатости, как достигнуть результата, как добиться этой нирваны на деле. С начала времен, отвечает учитель, ответ приходил к вопрошающим изнутри. Вдохновенные авторы упанишат и ведических гимнов получали наставления от сверх души. Вопрошай, и ты получишь ответ. Йога называет Бога самым первым учителем, учитель учителей. Йогическую мудрость невозможно добыть самому, логическим путем. Она всегда переходила от гуру к ученику. Но кто был гуру самых первых учителей, как зародилась эта цепь ученичества, преемственности от учителя к ученику. Все началось от божественной сверх души, атмана, брахмана, абсолюта. Очень трудно определить эту наивысшую сущность, выразить словом, поэтому самый лучший вариант, воображать его в ипостаси учителя учителей. С самых древних времен существовало это знание. Оно не было придумано кем-то. Не было людей, постепенно собиравших эту мудрость по кусочкам. Гита утверждает, что это знание пришло в полном виде, извне, из другого мира, из другой реальности. Поэтому сангхи и йога входят в разряд Шрути, священного писания. Эти истины открылись вдохновенным душам. Шрути означает услышанное, воспринятое. Это знание невозможно было бы придумать логическим путем, ибо оно превосходит логику. Оно о вещах, невозможных охватить умом. Гита утверждает, что йогическое знание – подарок Всевышнего, путь, оставленный человеку, решившемуся вырваться из оков материи. В этом мире есть две точки зрения, богом возвещенные раньше. Йога знания размышляющих и йога действия подвязающихся. В среде ариев существовали два центральных направления мыслителей – теоретики сангхи и практики йога. Первые утверждали, что для достижения нирваны достаточно осмыслить принципы сангхи и быть бездействующим, не участвующим в сновидении мироздания. Практики утверждали, что подобное невыполнимо без соответствующих средств йоги. В принципе, обе группы говорят о разных сторонах одного медальона. Учитель подчеркивает, что путь теоретиков неосуществим без практики йоги. Ибо никто даже мгновение не может пребывать в бездействии. Он ведь невольно производит действия в силу рожденных природой качеств, гун. Если некто старается отрешиться от предметов чувств, то они все время напоминают о себе в его сознании. Лишь йогическими приемами можно побороть самскары, привычки прошлого и достигнуть истинной непривязанности. Чтобы достигнуть бездействия, нужно совершать некие предварительные действия. Помните пример с занозой в пальце. Чтобы избавиться от занозы, нужно взять другую колючку и, избавившись от первой, отбросить обе. Точно так же огонь можно использовать против огня. Это и есть то, более углубленное понимание гиты, которое не акцентировано в комментариях, попадавшихся мне. Когда учитель говорит о непривязанности к делам, к действиям, обычно понимают деятельность, обычные дела. Но нужно понимать глубинный смысл. Здесь говорится о непривязанности к йоге, к средствам освобождения. Йогу нужно практиковать как жертву, принесенную на алтарь истины. Без жертвы не бывает результата. Музыкант, ученый, бизнесмен приносит всего себя в жертву и лишь тогда добивается результатов. То же и с йогой. Я не понимаю, почему досточтимые комментаторы так упорно не замечают этого момента, утверждая, что действия, упомянутые в этом месте, мирские дела. Человек, насыщенный познанием своей истинной сущности, атмана, истинного я, да возрадуется в атмане. У него, удовлетворенного в атмане, нет обязанностей. Говорит гита. У него нет цели ни в делании, ни в неделании. Это главное. Но и обычная деятельность, ради блага других, может совершаться, как упражнение, не привязана без желания плода. Такое направление должно иметь единственную цель, благо для мира. Человек, занимающийся йогой, скоро набирает огромное количество благой кармы, что приводит к тому, что его желания исполняются. Вот почему не агрессивность, ахимса так важна в начале пути. Поверьте, я говорю не только то, что читал в книгах, я основываюсь на собственном опыте. Набрав определенное количество некой кармической энергии, некого духовного капитала, ученик становится способным осуществлять желания непосредственно. Гита эту способность называет творческой мыслью Виджнана. Она накапливается вследствие тапаса, аскетизма, свободы от страстей и йогических упражнений, дыхательных и медитативных. Творческая мысль, очень странная способность, любое желание исполняется. Не сразу, как в сказках, а в течение нескольких лет. Энергия Виджнана изменяет некое равновесие сил на более тонком плане бытия. И на физическом плане это отражается не как чудо, а скорее как невероятное стечение обстоятельств, хотя и таких невероятных, что это кажется почти чудом. Поэтому учитель и говорит о необходимости для ученика думать о благе мира. Могущество, достигаемое йогой, не должно идти вразрез с высочайшей волей, иначе мы получим очередного демона, тратившего накопленную Виджнану творческую энергию, лишь для удовлетворения своих мелочных эгоистичных нужд. Нужно отдать миру некий долг, ведь мир состоит из наших близких и друзей. А сколько их было в прежних инкарнациях, сколько еще будет? В принципе, друзей и близких у каждого человека на порядок больше, чем врагов. А если посмотреть в перспективе инкарнации, то неимоверное количество наших братьев, друзей, близких живет вокруг нас. Ну и что, что мы их не помним? В детстве у нас с братом был третий, сводный брат. У его матери не было молока, поэтому он рос молоком моей матери, рос вместе со мной. Мы были очень близки, я это знаю из рассказов матери, но памяти об этом парне мой детский мозг не сохранил. Но он есть, где-то живет. Может быть, мы с ним пересечемся. Представьте, если это пересечение будет враждебным. Это будет трагедией. Точно в такой же ситуации вы все. Каждый может оказаться вашим братом или сыном из одной из прежних жизней. Смотря в такой перспективе, легче пробудить в себе желание сделать нечто великое и значимое для людей. Это и подразумевается под термином ради блага мира. Вы, если посвятите йоге должное время и энергию, станете могущественными душами, с творческой мыслью, способны изменять ткань мирового сновидения. Вы обнаружите, что изменяете мир по своему желанию, хотя это будет происходить медленно, в течение годов. Используйте эти и другие приобретаемые йогой магические силы во благо, для улучшения мира, ведь в этом мире и так много страдания, тревог, страха и слез. Возможно, об этом мы еще поговорим. Это очень тонкий вопрос, и по правде говоря, мне не хочется свободно для каждого излагать способы достижения подобных способностей. Наверное, это и невозможно сделать с помощью книг, нужен некий контакт, хотя бы при помощи переписки. Те из вас, кто созрел, смогут все понять из первоисточников, без моих пересказов. Вам только нужно понять, как расшифровываются сакральные тексты. Но подобное смогут лишь те, кто готов. Так работает некий защитный механизм, спасающий мир от новых демонов. Вернемся к Гите. Йога делает людей могущественными, что проявляется не только в мистических способностях, но и обычно. Неверно представлять йога оборванцам, не имеющим ничего за спиной. Он внутренне должен быть не привязан к богатству и власти, но внешне он продолжает играть свою роль, занимать свое место в обществе. Раньше, во времена вед-йоги, брахманы, являлись высшей кастой. Они были верхушкой общества, и другие воины, кшатрии, купцы, вайши, и пролетариат, шудры, с почтением освобождали их от мирских проблем, чтобы те набирали мудрость, и ничего не отвлекало от этого. После этого времена изменились, постепенно власть перешла к воинскому сословию. Со временем деградация пошла дальше, и купцы стали управлять воинами и людьми духовности. В 20 веке почти полмира деградировало полностью. Власть перешла к пролетариату. Но маятник остановился. Теперь пойдет обратное движение. Время спрессовано вследствие технического прогресса, поэтому то, что раньше деградировало в течение веков, будет восстановлено стремительно. Мы все это увидим. Это описано во всех древних сакральных книгах. Это и будет возврат к Золотому веку, когда век железа, коли юга, закончится. Вот пролетариат снова отдал бразды бизнесу. Скоро, в связи с мировым терроризмом, в действительности Третьей мировой войной, бизнесмены отдадут власть военным, что и происходит повсеместно. Но военные зайдут в тупик. Прогресс невозможно остановить, и фанатично настроенные радикальные группировки будут совершенствовать свое оружие все легче и легче. Индия, Пакистан уже сделали атомные дубинки. На очереди Иран. Этот процесс будет продолжаться. Секта в Японии использовала зарин. Другие научились водить самолеты. Скоро несколько человек, имея немного мозгов и много финансов, будут способны разработать если не термоядерное, то хотя бы биологическое и химическое оружие. И этот кошмар невозможно остановить. Прогресс, свобода информации способствует этому. Вот тогда военные и передадут власть людям духовности, чтобы те договорились между собой. И круг сомкнется. Виток будет сделан. Гита утверждает, что как раз при ее создании и началась четвертая, Кали-Юга, век железа, когда вместо духовности ценятся сделанные из железа вещи, станки, вертолеты и подводные лодки. Но виток будет совершен. Человечество, как любая популяция, имеет механизм выживания. Как будет осуществлен этот защитный механизм? Появлением множества совершенных людей. Да, именно так. Среди христиан, мусульман, суфиев, джайнов, индуистов и буддистов, среди приверженцев Тора и Вет, Библии и Корана, появятся прозревшие, увидевшие истину. Они и смогут договориться, и весь остальной мир придет к согласию. Все обнаружат, что имеют в виду одно и то же. Как в джайнской притче, когда трое слепых пошли изучать слона. Вернувшись, они не могли прийти к согласию, один, который трогал ногу слона, утверждал, что это животное подобно стволу дерева. Другой трогал бок и представлял его в виде плоского, как стена существа. Третий щупал хобот и утверждал, что слон подобен питону. Эти слепые перестанут спорить, лишь прозрев. Тогда они увидят, что прав каждый из них. Точно так же должно случиться с человечеством. Должны появиться прозревшие люди, увидевшие нечто одно, лишь разбросанное по разным религиям. Одно, что люди поняли с разных точек зрения. Таков единственный путь. А ситуация созрела. Если люди не договорятся быстро, то будущего не будет, или оно будет кошмаром из фантастики, с тотальным контролем и закрытыми государствами, с неприязнью чего-либо отличного от своего народа, своей религии, своего уклада жизни. И, наконец, некто, кого не брали в расчет, да будет атомное или бактериологическое оружие. Но человеческая популяция, как единый организм, воспротивится самоуничтожению. А это значит, что скоро появится много совершенных, много зрящих, которые и объяснят, на что похож слон. И это написано в гите. Учитель говорит, что в таких ситуациях, когда человечеству грозит погибель, божество воплощается, нисходит. Каждый из нас должен участвовать в этом процессе, в той или иной мере. Внутренняя сущность, сверхдуша станет нашептывать вам, в чем ваш долг. Но в общих чертах говорит так. Йог должен быть примером для обычных, незрящих людей. Он должен передавать знания в той дозе, чтобы не смущать их. Это очень важный момент. Личный пример лучше, чем словесные советы и наставления. Что делает лучший, то и другие люди, какой он выполняет устав, такому следует и народ. Как совершают дела заблудшие, скованные оковами иллюзии люди, так же должен вести себя и прозревший, знающий, работая ради блага мира. Да не смущает он привязанных к делу, да сделает он им все действия приятными. Взявшись за йогу, вы берете на себя бремя руководить другими людьми. Это произойдет после того, как вы прозреете. Открывшееся вам настолько важно для других, что просто невозможно не поделиться этим. Но Гита предупреждает, насколько осторожно это нужно делать. Вспомните, сколько безумцев нам встречалось в жизни, которые, прочтя что-то, сразу решали, что они могут учить других. Но и познавший может натолкнуться на противодействие, ведь он пытается изменить укоренившиеся взгляды других. Люди чувствуют нечто вроде тревоги от мысли, что должны попрощаться с привычным миром. Поэтому, если вы попытаетесь учить, сперва хорошенько присмотритесь, не будет ли это метанием бисера к ногам свиньи, и даже уверившись, что ученик готов воспринять некоторые знания, дозируйте их очень осторожно. Что же касается меня, то я не учу ничему своему. Я лишь пересказываю слова мудрецов, приспосабливая их к сегодняшнему моменту. Если написанное вам нравится, это их заслуга. Если в вас возникает смущение или агрессия, пренебрежение или снисходительность, то это целиком моя вина. Но не судите меня строго, эти слова для нескольких душ, которые ожидают их. Они сразу поймут, что нашли то, что искали. Значение имеют те сакральные тексты, которые нужны им для чтения, преследования путем йоги. Мои комментарии второстепенны. Я стараюсь писать книгу, где собрал бы самые главные йогические тексты. Сидя дни напролет и работая над этой книгой, я совершаю нечто вроде тапаса, с желанием помочь нескольким нуждающимся душам, в том числе и своей собственной. Давайте припомним то главное, что было сказано. Есть некая даршана, некий новый взгляд на мир, сангхи. По этой теории, за нашей меняющейся психикой есть нечто неизменное, непредставимое и вечное. Оно неопределимо словом, ее невозможно охватить мыслью. Это и есть субъект, наблюдающий за процессом мышления. Кто может познать познающего? Спрашивается в Брихадаранке Упанишаде. Субъект познаваем самим собой, при остановленном сознании, когда психика заторможена. Это медитация, самадхи. При ее достижении человек меняется. Он больше не подвержен страданию, так как может разграничивать свое я и опыт, психику. Он может изолировать себя от страха, страдания. Перемены не касаются истинного я, поэтому страх смерти побеждается. Подобное состояние достижимо изменением взгляда на жизнь, даршины, и йогой, психофизической тренировкой. До этого я старался придерживаться непринужденного разговорного стиля, чтобы читатель привык к некоторым санскритским терминам постепенно. Теперь, чтобы двигаться дальше, придется усложнить изложение. В 27-й строфе 3-й главы вводятся термины гуны, аханкара, прокрити. Все действия всегда совершаются гуннами прокрити, но введенный в заблуждение аханкара думает так, я есмь совершающий. Прокрити можно перевести как материю, природу. Но нужно помнить, что это и тонкая материя, из которой состоит мыслительный аппарат, эго, личность. Прокрити невозможно адекватно перевести с санскрыта, такого понятия на западе нет. Это то, что обволакивает пурушу, истинного я. Она может быть увидена мысленным взором, в трех проявлениях, качествах, или гунах. Гуны, качества, которые никогда не существуют отдельно друг от друга, а лишь составляют единое целое, с преобладанием одной из них. Сатва, раджас и тамас, название трех гунн. Все, что светлое, одухотворенное, насыщенное смыслом, имеет больше сатв. Все, что эгоистично, энергично, имеет больше раджаса. Тамас присутствует как масса, сила инерции. Все эти гуны не существуют отдельно, они лишь ипостаси единой прокрити, материи. Например, смысл вещи, это сатва. Энергия, потенциальная или кинетическая, это раджас. Масса, материальность, тамас. Тамас и раджас, масса и энергия, сочетаются в некой осмысленности, сатва, и дают тот или иной феномен. Я читал бесконечные объяснения о гунах и прокрите, но мне не встречалось ни одной полностью удовлетворяющей. Наконец, я понял почему. Сам наш мыслительный аппарат тоже состоит из прокрити. Любая наша мысль имеет эти качества, смысл, энергию и массу, инерцию. Получается, что маленькая часть прокрити, наша психика, пытается осмыслить себя саму, но в абсолютном, безграничном масштабе. Это невозможно. Все же попытаемся пересказать то, что говорит Сангхи. Есть некая субстанция прокрити, существующая вечно, имеющая тенденцию к бесконечному изменению. Она может принимать очень тонкую форму в виде мыслительного аппарата или грубую, подобно планетам. Она существует в неком спектре, от самых грубых пластов, первоэлементов, до психики, тонкого мыслительного агрегата, антахкарана, внутренний инструмент. И есть отличный от прокрити, вечно неизменный свидетель, или бесконечное количество этих свидетелей, пуруша монада. Эти монады могут непосредственно наблюдать антахкарану, психику, как мы смотрим телевизор. Иногда пуруша забывает себя, целиком отождествляясь с персонажем, с аханкарой. Аханкара, в переводе я делающий, это тот персонаж, в роль которого входит бессмертный пуруша. Вот что говорит Гита в цитируемой строфе. Природа прокрити изменяется, демонстрирует себя пуруша, и появляется иллюзия, что она одухотворена. На самом деле сознателен лишь пуруша. Прокрити бессознательна, как и компьютер. Лишь человек дает компьютеру способность существовать как нечто мыслительное. Точно так же, лишь пуруша одухотворяет прокрити, дает конгломерату, состоящему из гун, иллюзию отдельной личности, аханкары. Подробно эту тему мы рассмотрим при комментариях на йога-сутры, теперь же ограничимся этим. Гита дает совет, как можно разграничить вечное и временное в самом себе. Нужно оставаться обособленным от гун, от свойств прокрити. Ослепленные гунами природы привязываются к делам гун. А знающие мысли так, гуны вращаются в гунах. Это означает, что и действующий, и действие, и тот материал, над или при помощи которого совершается действие, все это лишь проявление единой прокрити. Все в нас, от тела, костей и мозгов, до нашей личности и эго, все лишь прокрити. За всем этим наблюдает неизменный субъект пуруша. Он не то, чем каждый из нас считает себя. Наши мысли, наше эго, он лишь наблюдает, как и внешний мир. Он остается неизменным наблюдателем наших снов, наших мыслей, нашего детства и старости. Он наблюдает смерть и перерождение. Это наше истинное я, божество внутри наших мелочных, изменяемых личностей. Гита говорит, что всю деятельность стоит выстроить так, чтобы смыслом нашего существования было познание этого вечного в наших личностях. Не нужно потакать страстям, не нужно держаться за наши личности, за наши ахамкары. Страсти ахамкара временны. Если дела делаются таким образом, что они мотивированы не эго, а лишь как долг, то такие дела не связывают кармически. Таким образом спадают оковы с вечного пуруши. Другим путем идут все остальные. Они служат временному ахамкаре. Их Гита называет безумными. Ведь глупо заниматься страстями, пытаться увеличить значимость своего эго, своей личности, зная, что смерть неуклонно приближается. Нужно просто придерживаться того долга, которым карма вас наградила. Какое значение имеет, станете вы преуспевающим, знаменитым или нет. Ведь и те, и другие смертны. Но если все силы бросить вовнутрь на овладение и исследование своего внутреннего мира, то можно познать бессмертное в самом себе и самому стать бессмертным. Это есть реализация. Во внешних действиях Гита видит бездействие. А истинное действие в бездействии. Вот средство. Так нужно подходить к своей жизни. Каждый из нас делает кое-какие вещи изо дня в день, потому что выполнять их нужно. Мы чистим зубы, соблюдаем чистоту, не особенно акцентируясь на этом. Также нужно относиться и ко всему внешнему. Вы можете исполнять долг Дхарму, наподобие чистки зубов. Для Гиты все внешняя суета. Отдавайте кесарю кесарева, продолжайте исполнять свой долг. Постараюсь объяснить на примере. Вы сели играть в карты с друзьями. Вам не терпится вернуться к чтению романа, отложенного при их появлении. Вы играете без интереса, в душе безразличной к победе или поражению. Точно так же и с йогом. Он лишь следует своему долгу, исполняя некие обязанности, в душе безразличной к успеху. Это долг. В этом он видит пустую, но неизбежную трату времени. Вот что значит видеть бездействие в действии. А, приступая к упражнениям, он возвращается к делу своей жизни. Внешне это выглядит как бездействие, человек сидит с прикрытыми веками. Для всех остальных, если бы они увидели его, он бездействует. Но это бездействие и есть действие, называемое йогой. Для человека, достигшего подобного видения действия в бездействии, завершены все дела, утверждает Гита. Он больше не набирает кармических долгов. Его начинания лишены вожделения и расчетов, карму он сжигает на огне мудрости. Во внешнем мире он действует, но без жажды плода, поэтому он настоящий отшельник. Вот что Гита советует для нашего времени, когда удаление от суеты, монастырский покой или тишина пещер недоступны. Но вы можете быть отшельником, оставаясь в своем офисе или в своем институте. Идеалом служит царь Джанака. Он смог совместить пхогу, царские обязанности, с величайшим духовным прогрессом. Исполняя свои обязанности неукоснительно, с должным вниманием, без надежды на успех, можно превратить их в тапос, аскезу. Это смысл жертвоприношения. Если вы чем-то жертвуете, то получаете адекватное вознаграждение. Присмотритесь вокруг, сколько сил люди вкладывают в осуществление своих желаний. Я всегда ужасался в цирке, виде мастерства очередного жонглера или канатоходца, сколько энергии, сил, воли потрачено впустую. Люди выбирают что-то и стараются жертвовать временем, силами, вкладывают всего себя. Они поклоняются полубогам, идолам. Политика, бизнес, карьера – это идолы. Как можно в них вкладывать всего себя? Вы же можете пожертвовать все ради достижения истины, ради освобождения атаков эфемерного, ради бессмертия. Неужели цель, подобная этой, не стоит того? Мудрость, нравственная чистота, упражнения в дыхании, медитации, усиленное изучение сакральных текстов – все это можно совершать как жертву, ради достижения истины. Лучше вещественных жертв, жертва мудрости. Мудрость охватывает все действия полностью. Мудрость достигается почитанием и вопрошанием учителя. Другой человек, достигший мудрости, легко сможет передать ее вам, при вашем правильном подходе к учителю и самой учебе. Я помню этот закон, читанный мной во многих книгах. Если ученик созрел, то обязательно появляется учитель. Я помню отчаяние от того, что обещанный гуру все не появлялся. Может быть, и вы чувствуете подобное. Писания говорят о появлении учителя, но не нужно понимать это в прямом смысле. Мы в конце кали-юги, века железа, когда ситуация с учителями обстоит куда хуже, чем было в том месте и времени, в котором писались древние тексты. Будьте терпеливыми и осторожными, найти гуру не так легко, как в старые времена. Не верьте никому, в первую очередь моим словам. Проверяйте все сами. Найдите учителя в вас самих. Это и называется бхакти. Нужно стать восприимчивым, что достигается первыми ступенями йоги, и тогда некто в вас начнет пробуждаться. Знания приходят от йоги и помогают ее совершенствовать, говорится в йога-сутрах. Нет очистителя, подобного мудрости. Ее со временем самостоятельно достигает в самом себе совершенной в йоге, утверждает Гита. Это достигается обузданием чувств и мысленным обращением, просьбой к учителю-учителей. Он в каждом из нас. Йога говорит о единственной достойной молитве, обращении к Богу, истинной сущности ради знания. Все остальные молитвы эгоистичны. Лишь знание и мудрость мы должны просить у него. Некоторые обращаются к нему в личностном аспекте, другие называют абсолютом и представляют в безличном виде. Гита утверждает, что истинный сущий находится в нас самих, и дарует мудрость при правильной просьбе с нашей стороны. Чем меньше станет наша личность, чем больше откажемся от временных эго-ахамкар, тем больше будет проявляться то единое. Быть преданным ему, желать его познания, отказываться от своих мелочных страстей, желаний и эго, вот средства. При таком подходе человек может продолжать жить по-старому, но уже в силу инерции, лишь исполняя тот долг, который у него есть перед родными и друзьями. Но действия его уже не связывают. А мудрость сжигает кармические оковы и невежество. Так достигается освобождение. В пятой главе ученик снова возвращается к вопросу, что важнее, что лучше. Отрешенности ли действия, правильные с кармической точки зрения. Вспомним, что во время создания Гиты был ожесточенный спор между приверженцами этих вух подходов. Сангхи и йога различны, так утверждают дети, не ученые, ставит Гита точку в этом нескончаемом споре. Кто достигает одного, тот получает плоды обеих. Есть два темперамента, два типа людей. Для одних приемлем путь от решения, путь логического переосмысления и изменения Даршины, взгляда на мир. Другим легче следовать путем действия, путем обуздания и тренировок. Кто видит, что сангхи, размышления и йога одно, тот зрячий, утверждает учитель. Но он добавляет, что первый путь труден, от решения труднодостижимо без йоги. А приверженцы второго без замедления приходят к абсолюту. Категоричность утверждения наталкивает на мысль, что Гита, все же йогический текст и предпочтение отдает ей. До этого момента Гита подготавливала к главному. Она водила соответствующие термины, подготавливала некий фундамент, теоретическую базу. С этого момента пойдет праксис, одно то, чем достигается благо. Я тоже старался не следовать тексту буквально, чтобы не перегрузить читателя, вести его в мир понятий и терминов постепенно. Дальше мы будем рассматривать почти каждую страфу. Преданный йоге, очистивший себя, победивший себя, покоривший чувства, слившийся духом с духом всех существ, даже действуя, не загрязняется. Ибо знающий помышляет, я не совершаю ничего, взирая, касаясь, обоняя, вкушая, двигаясь, засыпая, дыша, разговаривая, выделяя и вбирая, открывая и закрывая глаза. Лишь органы чувств общаются с предметами чувств. Йогина Гита сравнивает с лотосом, листья которого в воде, но из-за некого защитного слоя, не пятнаются водой. В других текстах подобное сравнение встречается неоднократно. Душу человека иногда сравнивают с рыбой, а материю с водой. В других примерах это гусь, нырок, хамса, из-за своеобразного жирового покроя, перья которого остаются сухими, неувлажненными в воде. Такое покрытие человек может приобрести для своего я, при помощи правильного, непривязанного подхода к делам. Тогда он, подобно листку лотоса, не пятнается, даже в самой гуще деятельности. Вивикананда говорил, что некоторые могут быть в центре городского муравейника, а чувствовать спокойствие, как в гималайских пещерах, и наоборот. Отречение, уход от мира не оправдан, если в душе человек уносит свои страсти и стремления. Однажды один знаменитый гуру пригласил к себе одного из учеников для уединенной беседы. «Выйди и возвращайся один», бросил учитель вошедшему. Тот был в недоумении, в комнате кроме них двоих никого не было. «Но ты думаешь о своих родных, которых оставил дома», разъяснил учитель, «а я хочу поговорить с тобой одним». Незачем вмешивать сюда всю эту толпу. Гита советует оставить жажду плода, а не механически следовать неким правилам отшельничества. Главное, внутренне быть отшельником. Тогда незачем менять привычный уклад жизни, незачем уходить в горы или монастырь. Пуруша сравнивается с правителем, счастливо пребывающим в девяти вратном граде. Эти девять врат, глаза, уши, ноздри и тому подобные град. Наше тело. За изменениями тела, за калейдоскопом чувств, желаний и страстей, пассивно наблюдает вечный Пуруша. Все, чем он окружен, свабхава, самосущая природа. Наше эго, часть этой природы. Оно непрестанно меняется, из жизни в жизнь, подчиняясь закону кармы и самскар. А зрящий, неподвластный изменениям, лишь наблюдает этот танец прокрити. Неведение, которым окутана истинная душа и есть наше эго, считающее себя телом, личностью, ахамкарой. Неведение или овидия. Это неведение можно устранить. Неведение или овидия побеждается с помощью истинного знания об атмане. Атман, Пуруша, это спящий. Он должен вспомнить свою божественную сущность. Читая сакральные тексты, мы способствуем этому. Иногда наше сознание может не до конца понимать их, но он спяще просыпается именно благодаря этим словам. Сакральные тексты написаны людьми в пробужденном состоянии. Их авторы, не ученые или историки, лишь логически осмыслившие предмет. Они опта, вдохновленные мудрецы, йогины. Позволяя их словам очищать наш разум, мы способствуем, чтобы к нашей Пуруша спящий, грезивший обратился другой Пуруша, не скованный иллюзией, пробужденный. Логика тут ни при чем. Скорее она мешает. Запомните этот момент, когда будете читать Упанишады, Гиту, Веды. Знание подобного рода Гита сравнивает с Солнцем, выявляющим высочайшее ТО. Тат-тва-маси, ты един с тем. Знаменитая мантра из Упанишад. Гита на свой лад пересказывает ее, говоря о просветленных, в том познав себя, утвержденные в том, идут, не возвращаясь снова, мудростью развеяв грехи. Достигший подобной мудрости йог, видит эту сущность и во всем остальном. В мудрецах и сумасшедших, в людях и животных, от животных до богов, от праведных до негодяев. Это победа. Победа над мохой, иллюзией, неведением. Йог побеждает, завоевывая весь мир. Уже здесь победили мир те, чьи сердца находятся в равновесии, ибо безгрешен и уравновешен тот, с кем они сливаются. Не радуйтесь тому, что принято считать приятным. Не огорчайтесь от неприятного. Не заблуждайтесь, постигните вашу истинную сущность, утвердитесь в ней. Йога, путь интроспекции, обращение внутрь. Оставьте внешнее, найдите счастье в атмане, вашей самости. Преданной йоге, вы достигнете неприходящего блаженства. Ибо все иные наслаждения временны, приходящие. Счастлив лишь тот, кто понимает это, и имеет силу противостоять низменным стремлениям. Такого человека Гита называет воистину счастливым. Счастье нельзя найти в чем-нибудь внешнем, ибо все приходящее. Но внутри нас, внутри наших близких и друзей, есть нечто неизменное, атман. Это есть абсолют, брахман, сущий. Кто счастлив внутри, радуется внутри, озаряется внутри. Ягин, достигший сущности абсолюта, брахмана. Это состояние нирваны. Нирвана означает успокоение, умиротворение. Когда метание психики успокаиваются, как волны на поверхности озера, и становится возможным увидеть дно. Получают нирвану йоги, уничтожившие грехи, отказавшиеся от двойственности, обуздавшие себя, отказавшиеся от агрессии ко всему живому. Для отрешившихся от вожделения и гнева, тренирующихся в медитациях, обуздавших психику, познавших самого себя, близко пребывает нирвана. После этого Гита описывает классическую медитацию. Внешние касания отеснив вовне, направив внимание внутрь, концентрируясь в межбровье, аджна-чакра, уравняв вдыхание и выдыхание, прана-апана, движущиеся в ноздрях, укоротив чувства, сердце и ум, стремящийся к окончательному освобождению йог, отогнавший желание, страх и гнев, добивается вечной свободы, бессмертия. Он постигает атмана и получает умиротворение. Здесь в конспективном виде изложена классическая йога. Все это детально будет рассмотрено нами при комментировании йога-сутр. В шестой главе идет некое резюме уже сказанного. Учитель снова повторяет, что истинное отшельничество, это внутреннее освобождение от страстей, жажды плода, а не механическое внешнее следование неким правилам. То, что называется отшельничеством, знай как йогу. В тексте термин самняса. Он обозначает отшельничество, но гораздо больше насыщен смыслом, поэтому остановлюсь на этом. Во времена создания Гиты, арийское общество жило по неким законам, так называемым законам периодов, варна-ашрама-дхарма. Эти законы собраны в книге законов Ману. Это обязательный свод правил для арийца. Брахманы, мыслители, кшатрии, военные и вайши, люди бизнеса, производители и земледельцы. Все эти варны должны были проходить некие ступени от рождения до смерти. Сперва был период ученичества брахмачария, когда юношу отдавали к гуру, где он жил и учился, при этом исполняя некоторую работу в доме учителя. После взросления он вступал в период домохозяина, начинал жить по законам своего сословия касты. Третий период был промежуточным между жизнью в обществе и отшельничеством, человек удалялся от суеты, уходил в деревню, где жил в размышлениях, приучая себя к полному отказу от всего. Четвертая ступень Самняса не была обязательно, но считалась самым важным. Тот, кто решался на это, считался живым богом. Самнисин, принявший четвертую ступень, не общался ни с одной душой. Он должен был жить без собственности, без крова, лишь подаянием. Он не должен был просить еду, вкушать то, что ему предложат без просьбы с его стороны. Не имел права оставаться на месте дольше трех суток. Эти правила варьировались для разных направлений, разных сект. Но я старался изложить суть. Человек порывался иллюзией, он выходил за пределы жизни, просыпался, насмехаясь на суету вокруг себя. Самняса невозможно в Кали-юге, так утверждают древние тексты. Теперь вернемся к Гите. Шестая глава начинается с утверждения, что простое, механическое исполнение правил Самнясы еще не гарантирует духовный прогресс. Главная ее суть – отрешенность от желаний, от прежних самскар. То, что именуется Самнясой, знай как йогу, говорит учитель. Ибо без отрешенности от желаний не бывает никакой йоги. Для стремящегося к йоге действие именуется средством. Но для достигшего прогресса – средство в спокойствии. Ибо когда он ни к объектам, ни к делам не привязан, и ото всех желаний отрешился, тогда он именуется йогом. Это перефраз места, где утверждалось, что йог видит неделание в делании, и делание в неделании. Этот момент нужно правильно понять. Наша внутренняя природа беспокойна суетно. Ничего не делание, ничего не желание абсолютно противоречит ей. Поэтому йогу нужно много усилий, чтобы добиться спокойствия. Практикуя это спокойствие, удерживая свою психику от мыслей, желаний, фантазий. Он преодолевает огромное сопротивление. Тело, ум, чувства пытаются вернуться к старым путям, к хаосу, к которому привыкли. Обуздать их трудно. Поэтому и говорит учитель, что на первых этапах действия, позы, исполнение предписаний ямы и не ямы, дыхательные упражнения и тому подобное, именуются средством. Но с прогрессом в йоге сам покой, безмятежность ума является средством, тем, в чем совершенствуется йог. Патанджали, в йога-сутрах, дает классическое определение йоги, читавритти-ниродхах, удержание психики от модификаций, изменений. Тоже утверждает и Гита. Всю йогу можно определить этими тремя словами, читавритти-ниродхах. Это считается классическим определением. Но удержание нашей психики от изменений – неимоверно трудная задача. Поэтому и нужно начинать с подготовительных ступеней. Учитель рисует портрет человека, приступившего к осуществлению, к реализации. Да поднимает он себя атманом, найдя истину в самом себе, пусть сам себя не снижает. Ибо каждый сам себе союзник, и сам себе враг. Союзник себе тот, кто сам собой побежден. Кто же собой не владеет, тот враг самому себе. Познайте себя, и вы познаете всех богов и всю вселенную, было написано на стене храма Пифии в Дельфах. Познанием своего атмана, обузданием самого себя и подчинением этому наивысшему в самом себе и является йога. Здесь человек должен победить в битве с мохой, всем низменным в самом себе. Даже боги завидуют тому, чьи страсти, словно кони, обузданные возницей, говорится в Тхамападе, сборнике высказываний Будды. Вообще, мне кажется, что излагаемое Буддой учение ни на йоту, ни отклоняется от йоги. Но, как это и бывало с другими мудрецами, последователи исказили слова Будды, утеряв суть, нагромоздив их своими комментариями, ритуалами и обожанием гаутамы, превратив учения во множество, спорящих друг с другом сект. От этого не свободна йогита. Но я стараюсь читать ее, не обращая внимания на поздние интерполяции разных сект. Если следовать сути, а не конкретным терминам, ритуалам и именам, то получится точно то же самое, что говорил Будда. Жизнь человека полна страданий. Можно избавиться от них без сверхъестественного вмешательства, лишь опираясь на собственные силы, побеждая все низменное в своей природе. Единственное отличие йоги-гиты от пути Будды, пхакти, и тогда божество, спящее внутри, пробудится. Победивший себя мудростью, умиротворенный, полагается на высшее в самом себе, атмана, в холоде и жаре, счастье и горе, почести и гонениях. Насытивший себя мудростью, осуществлением мудрости, возвышенный над суетой, победивший чувства, воссоединенным именуется йогин, равный к кому земли и золоту, к товарищу и другу, противнику и недругу, равнодушному и безучастному он отличается равномыслием, он их превосходит. Здесь был описан стиль жизни, который достигается при соблюдении первых двух ступеней йоги, ямы-неямы, отказ от агрессии, надежда на атмана, равнодушие к богатству и так далее. Дальше гита переходит к самим упражнениям, подчеркивая важность соблюдения тайны. Окружающие нас люди, родные, друзья не должны знать о занятиях йогой. Родные связаны с вами через родство, то есть через физический план. Йога – это попытка превзойти физический план. Поэтому родные отнесутся враждебно к вашим намерениям, если вы откроете им всю правду. Им можно открыть часть правды, сказав, что вы делаете асаны для здоровья, медитации, чтобы отдыхать от напряжения и тому подобное. Но даже зная это, никто не должен присутствовать при ваших упражнениях, вас никто не должен видеть. Это важно. Пусть йогин постоянно тайно упражняется в йоге, пребывая в одиночестве, укротив самосознание, без надежд, без привязанности к собственности и семье. В тексте термин апариграха. Он означает все, что окружает человека. Все это мы любим неправильно, из эгоизма, потому что все это наше. Вот что подразумевает гита, говоря об апариграхе. Нужно отучиться переносить свое эго на окружающее. Вы написали книгу или построили дом. Вы вкладываете в эту часть себя и привязываетесь. По сути, вы привязываетесь к временному. Даже в родных нужно видеть вечное и любить их бессмертные души, а не то тело, что роднит с вами, и что не вечно. Теперь о месте для упражнений. Гита ставит единственное условие – чистота места. Например, Швитошватара Упанишада настаивает на том, чтобы место для медитации было укрыто от людей, свободно от сквозняков, огня, насекомых и тому подобное. Другой трактат по хатха-йоге советует найти спокойное царство, где правит уравновешенный правитель, построить там хижину, и только после этого приступить к упражнениям. Вивикананда советует заиметь специальную комнату, где нельзя заниматься ничем иным, только йогой. Там нельзя спать или допускать праздные мысли. Идея в том, чтобы через некоторое время это помещение прониклось святыми, чистыми, сатвическими вибрациями. Если вы верующий, молитесь в ней. Если нет, можете читать философские труды, повесить фотографию учителя. Зажигайте там курение свечи, заносите свежие цветы. Одним словом, у вас должен сформироваться рефлекс. Эта комната должна ассоциироваться с чистотой и святостью. Это имеет в виду гита, настаивая на чистоте места. Асаны делаются на коврике для медитации. Сверху нужно постелить ежедневно моющуюся ткань. Гита говорит о шкуре лани. Можно использовать шкуру другого животного. Смысл в изолирующих свойствах, которым обладает шкура животного. Она блокирует специфическое излучение, идущее из земли. Еще она отпугивает ядовитых насекомых. Известно, что запаха копытных боятся скорпионы и даже змей. Но в современных условиях особо опасаться всего этого не стоит. Так что не нужно особо обременять себя. Возьмите коврик или сложенное одеяло. Накройте сверху чистой тканью, и можно приступить к медитации. Еще совет. Лучше, чтобы ваше сидение было немного наклоненным вперед. Когда вы садитесь в позу лотоса, полу лотоса или ситхасану, сидение должно иметь некоторый наклон вперед. Этого можно добиться, подложив тонкую подушку, или сложив заднюю часть одеяла, коврика. Для людей востока поза со скрещенными ногами, полу лотоса или лотоса легко выполнима, поскольку к ней они привыкают с детства. На западе дело обстоит труднее. Нужна некоторая практика. Я советую сидхасану. Она восхваляется в сакральных текстах, как дающее совершенство, очищающее наде, каналы, по которым циркулирует энергия прана. Нужно сесть, прижав одну пятку к промежности, под гениталиями, а другую положить на нее, или впереди нее. Расправить позвоночник, положить руки на колени, соединив указательные и большие пальцы. Гита требует лишь одного, держать выпрямленным позвоночник. Настаивая лишь об удобстве позы. Труды по хатха-йоге говорят о 64-х асанах. Поскольку в данный момент мы говорим о гите, то ограничимся удобной позой, со скрещенными ногами, с выпрямленным, наклоненным чуточку вперед туловищем. Гита не касается технической стороны йоги. Она старается выявить суть. Поэтому ограничимся этим. Посвятив себя одному, укротив деятельность чувств и мысли, опустившись на сидение, пусть упражняется йогин ради самоочищения. Ровно и неподвижно держа туловище, устремив свой взор на кончик носа, не глядя в стороны. С успокоенным духом, отогнав страх, укротив сознание, думая об атмане, предавшись на волю атмана, досядет он, стойкий в обетах и самообуздании. Здесь прослеживается главное отличие йоги-гиты от других йог. Хатха-йог пытается с помощью самоистязаний, самоограничения и упражнений добиться чудовищной воли, с помощью которой он в дальнейшем освободит себя сам, как сильная рыба, вырвавшаяся с сетей. Раджа йог делает акцент на исследование своего внутреннего аппарата, антах карана психика. Гита предлагает лишь создать условия нашему истинному я, титану, прикованному в пещере нашего интеллекта, сбросить узы иллюзии. В принципе, ничего не нужно достигать, наша душа, атман свободен и беспечален. Мы забыли свое естество, запутавшись в мае, иллюзии. Но если постараться дать карт-бланш нашему атману, он легко и естественно вспомнит свою истинную сущность. Вот одна из причин огромного влияния этой сакральной книги. В принципе, она дает некий срединный путь между крайностями, золотую тропу к совершенству. Так всегда упражняясь, йогин достигает мира высшей нирваны. Ибо йога не для привыкшего слишком много есть и не для того, кто совсем не ест, не для слишком много спящего или бодрствующего. Для умеренного в еде и воздержании, умеренного в движении в делах, умеренного во сне и бодрствовании бывает йога, уносящая горе. Наша жизнь полна скорби и страхов. Но Гита утверждает, что с познанием своего естества, своего атмана, ситуация радикально изменяется. Текст делает акцент на достижение блаженства, ни с чем не сравнимого, никакими другими средствами не достигаемого. В принципе, путь, описанный здесь, очень прост и легок. Нужно ежедневно пытаться успокоить свое сознание, обуздать поток мыслей и вулкан желаний. Постепенно это будет даваться все легче и легче, из-за совершенствования навыка к обузданию психики, из-за постепенного пробуждения наших истинных я от суеты и иллюзии. Наша психика будет обуздана и успокоена, и тогда атман отразится в ней неискаженным. Это самая трудная вещь в мире, из-за иллюзии Майи, которая могущественна. Но это и самая легкая вещь в мире, из-за могущества атмана, который пробуждается. Как светильник в безветренном месте не колеблется. Также и сознание йогина, укращенное йогическими упражнениями. Где успокаивается мысль, заторможенная упражнениями в йоге, где, взирая на атмана в себе, человек радуется атману. Там познается предельное блаженство, воспринимаемое высшей частью нашего интеллекта, будхи, превосходящее все, что можно испытать чувствами. Достигший этого состояния, воспринимает реальность как одно непрерывное наслаждение. По достижении этого блаженства человек понимает, что нет ничего высшего для достижения. Никакое горе не может поколебать это достижение. Если человек сможет достигнуть восприятие реальности, согласно которой все вокруг воспринимается игрой космической прокрити, станут понятными слова Гиты о невозможности для тяжелого горя поколебать душу. Нужно знать, она именуется йогой, разрешающей связи со скорбью. В этой йоге нужно упражняться решительно, с мыслью, отвратившейся от всего. Покинув происходящее от воображения, все вожделения, все без остатка, укротив свои чувства со всех сторон, тихо-тихо да успокоится его разум, подчиняясь высшему в себе. Установив сознание в атмане, ни о чем да не помышляет, обуздывая любые волны в психике. Куда бы ни ускользал шаткий ум, его все время нужно возвращать в подчинение высшего я отовсюду. Ибо такого йогина с умиротворенной психикой, успокоенными страстями, уподобившегося абсолюту, безгрешного, охватывает высочайшее блаженство. Так, постоянно пытаясь пробудить в себе истинное я, ягин, зло в себе уничтожив, счастливо вкушает предельное блаженство, соприкосновением с абсолютом, брахманом. Нужно постоянно помнить, что гита ставит знак равенства между понятиями брахман и атман. Это в духе традиции упанишат, в традиции таких мантр как, брахман есть атман, или татт вам аси, ты одно с тем, твое я и абсолют одно. Все существа, пребывающие в атмане, и атмана, пребывающего во всех существах, видят предавшейся йоге, везде зрящей единого сущего. Гита постулирует главный принцип упанишат, единство. Весь мир внешний и внутренний есть единство, единый сущий, абсолют, лишь иллюзорно разделенный на части. Достижение такого видения возможно, и йога ведет к этому. Тогда, утверждает текст, йогин существует в абсолюте, в едином всевышнем, в боге. В силу уподобления ему, йогин смотрит одинаково на то, что обычные люди считают счастьем или горем. Он видит бога везде, внутри и снаружи, в себе и других. Такой йогин существует в единении с абсолютом. В силу уподобления атману, кто взирает одинаково на счастье и несчастье, тот считается совершенным йогином. Здесь дан идеал дживанамукта, заживо освобожденного. Подчеркиваю, подобное состояние достигается еще при жизни. В этом разница между йогой и другими религиозными системами. Результат достижим при жизни, а не после смерти. Это важный момент. Нас не принуждают слепо верить в течение всей жизни, чтобы только после смерти узнать, верно ли то, чему мы посвятили всю жизнь. Вместо этого, нам обещается конкретный результат, достижимый еще при жизни. Естественно, возникает вопрос, как скоро достижим успех. Ответ зависит от каждого конкретного случая, сколько адришты, опыта из прежней инкарнации, имеет та или иная душа, с какой интенсивностью она устремлена к цели, каким методом пользуется. Все это детально рассмотрено в йога-сутре, даны девять классификаций йогинов, поэтому отложим детальное рассмотрение вопроса. Но в двух словах все же можно сказать, что результат достижим и легче, чем это может показаться на первый взгляд. В принципе, стать йогом не труднее, чем стать математиком или физиком. Нужно потратить примерно столько же сил и времени. Но очень трудно заставить себя тратить жизнь на то, о чем говорится лишь в текстах тысячелетней давности. Я хочу приготовить вас к этому, вы будете одиноки, и временами вам будет очень трудно. Люди объединяются в религиозные общины, секты, тайные общества и так далее, и не ощущают этого одиночества. Наоборот, чувство принадлежности к некому сообществу дает им удовлетворение, помогающее терпеть разные трудности и лишения. Но йога для других натур. Она для титанов духа. Сильная рыба вырывается из сетей, а слабая гибнет, говорит Макшатхарма. К йоге должен приступать только очень сильный человек. Благодаря йоге он станет наращивать свою силу, пока к его ногам не падет природа. Это верно, в буквальном смысле, йога это путь к божественности. Йог ставит целью подчинить природу, сделать ее своей рабой. Нет реального барьера между внешней и внутренней природой. Подчинив внутреннюю, йог получает власть и над внешней. Я хочу привести прекрасную притчу, чтобы пояснить возможность победы над природой. Это восточная притча о птице, у которой океан отнял птенца. И хотя птица была маленькая, а океан беспредельным, она вознамерилась и сушить его. Птица набирала воду в клюв и отлетала за гору, выплевывая там. Наверное, ей понадобилась бы целая вечность, чтобы таким образом одержать победу. И океан смеялся над ней. Но в маленьком теле обитала огромная воля и решимость, и птица продолжала свое дело. Ее решимость достигла неба, и за нее заступилась Гаруда. Вахана Вишну, мифологическая гигантская птица, способная осушить океан на самом деле. И океан сдался, вернув птенца. Поверьте в себя, ощутите эту решимость, и в вас проснется некто, действительно способный покорить космос. В вас, в пещерах вашего интеллекта, есть титан, прикованный, дремлющий. Это Прометей, ждущий своего освобождения. Только вы можете снять с него цепи. Это джинн, запертый в бутылке. Так давайте освобождать его. Не огорчайтесь, что вокруг никто не занимается этим. Наступили трудные времена, о которых говорилось в священных текстах. На дворе Кали-юга, век железа, когда духовность почти исчезла. Вы, может быть, самый последний из магикан, из тех, кто еще интересуется йогой. Еще во времена создания Гиты ситуация была страшной. Из тысячи один интересуется йогой, говорит текст, а из интересующихся единицы знают ее суть. И это писалось в самом начале века железа. После этого духовность только убавлялась. И нашлю я на вас голод и жажду, говорится в Библии о нынешнем времени, и это будет голод и жажда духовная. И вместо истинных учителей будут волки в овечьих шкурах. И это одна из причин, почему трудно стать йогом. Вместо истинных гуру попадаются лгуны. Бесконечное число европейцев старается интерпретировать йогу в свете современных наук, психологии, физиологии, филологии, философии. Они обращают внимание на все, кроме сути, вкуса манго. И человек, пытающийся вникнуть в суть йоги по их книгам, просто теряется в дебрях. Есть восточные учителя, приезжающие на заработок в новый свет, неся всякую чушь, стараясь упростить учение, превратить ее в нечто для здоровья и получения наслаждения. Они быстро становятся миллионерами, увлекая миллионы доверчивых за собой. Что же можно сделать при таком раскладе? Не верьте никому, в первую очередь автору этих слов. Верьте лишь старым текстам, которые возведены в ранг агам, йога-сутры, упанишады, бхагавадгита. Постарайтесь увидеть нечто одно в этих текстах, и это единое будет истиной. И главное, проверяйте все сами. На своем опыте. Это возможно. Если вы будете иметь решимость, то сможете добиться результатов 6 месяцев. Это время взято из упанишад, где утверждается, что при непрерывной практике в течение полгода можно стать совершенным йогом. Если вы не можете упражняться непрерывно, то разделите это время. Например, если вы уделите йоге половину времени, то вам понадобится год. Если уделите четверть, два года. Обычно, вначале возможно упражняться в медитациях около часа. После того, из-за застоя крови, ноги отмирают, и нужно размять их, чтобы восстановить кровообращение. Со временем вы сможете сидеть по 2-3 часа, полностью погрузившись в медитацию. Делайте упражнения дважды или трижды в день. Но и остальное время дня можно посвятить чтению сакральных текстов, размышлению, джнана-йога, непривязанно исполнять внешние дела, карма-йога. Нужно всю свою жизнь воспринимать, как жертву на алтарь познания бога. Все эти йоги, пхакти, карма-йога, все это лишь части единого пути. Они должны дополнять друг друга. В течение нескольких лет вы добьетесь результата и сможете подготовиться к решающей битве. Тогда вы должны будете уединиться на полгода. Вследствие прежних упражнений, у вас будут силы посвятить йоге эти полгода полностью. Вот что подразумевается в шадах, когда говорится, что для овладения йоги достаточно шести месяцев непрестанной практики. Гита говорит о трудности. Ученик сомневается, вообще возможно ли обуздание сознания, в той степени, которую подразумевает йога. Для этой йоги, которую ты определяешь как отождествление с абсолютом, я не вижу твердого основания вследствие подвижности. Ибо психика подвижна, беспокойна, сильна, упорна. Ее обуздать труднее, чем ветер. Несомненно, отвечает учитель, ум трудно укротим шаток. Упражнениями, однако, и бесстрастием он обуздывается. Для невладеющего собой йога труднодостижима, но тот, кто поборол себя и упражняется, может правильно овладеть йогой. Следующий вопрос ученика касается тех, кто избрал этот трудный путь, но не добился успеха. Это один из важных моментов. Поскольку путь йоги очень труден, то существует несколько мнений. Есть мнение хатха-йоги. Оно в следующем, для достижения ментального контроля недостаточно человеческой жизни. Поэтому эту жизнь нужно удлинить. Хатха-йога начинает с тела. Она ставит целью, добиться абсолютного здоровья, долголетия, полного контроля над телом, и только после этого приступить к медитациям. Другая точка зрения обычно у разных направлений йоги, бхакти, жнаны кармы. Приверженцы этих путей, говорят, что путь классической йоги неимоверно труден, невозможен для нашего времени, и лучше следовать их направлениям. Что можно возразить? Они правы. Путь йоги труден. Но что случается с тем, кто все же избрал его, не дойдя до конца? Не здесь, отвечает учитель, не потусторонне нет гибели для такого, ибо ни один добродетельный никогда не идет дурным путем. Достигнув миров праведников, прожив там бесчисленные годы, в чистом счастливом доме, царском, княжеском, рождается отпавший от йоги. Или в семье мудрых йогинов рождается он, но самое трудное в мире, подобное рождение. Там он получает, вспоминая, достигнутое в прежних воплощениях единения с мудростью, и вновь устремляется к совершенству. Прежними своими упражнениями он увлекается помимо воли. Даже желающий познать йогу становится выше тех, кто занят изучением писаний. Йогин, покоривший психику, очищенный от грехов, в течение многих рождений достигший совершенства, идет высочайшим путем. Йогин превосходнее аскетов, он считается превосходнее мудрых, превосходнее действующих. Поэтому стань йогином и ты. А из всех йогинов, тот, который предан высшему атману всей глубиной духа, наиболее воссоединенный. Так, в достославных упанишадах святой Пхагавадгиты, учении о брахмане. Давайте подведем итог. Мы рассмотрели часть Пхагавадгиты со второй главы по шестую. Ряд исследователей придерживается мнения, что это сохранившаяся таким образом древняя упанишада, на которую секта Пхагаватов нарастила ткань. Это сделано так бесподобно, что книга стала священным писанием Пхагаватов, вишнуитов. Для наших целей интересна именно та упанишада, которая и послужила основанием Пхагавадгиты. Она просматривается со второй главы по шестую. Остальное, более поздняя добавка. Филологические доказательства этому, то что некоторые термины встречаются только в этой части. В других главах те же понятия, обозначены другими терминами, что свидетельствует о позднем добавлении. Плюс к этому, сам смысл меняется после шестой главы, так что можно утверждать, гита после шестой главы, поздняя интерполяция. Это ничуть не уменьшает авторитета самой книги. То, что добавлено позднее, содержит ничуть не меньше истины. Разница лишь в чуточку измененном взгляде. Древняя часть более интересна с точки зрения йоги. Построение гиты, то как виртуозно старая упанишада переработана и включена в эпос Абхаратах, Махабхарата, заслуживает нашего изумления и преклонения перед гением древних авторов. Я смиренно склоняюсь в восхищении перед их гением, и еще раз хочу извиниться за то, что осмелился прокомментировать ее. Для западного человека не совсем понятен степень кощунства, которую я позволил себе. Пхагават-гита входит в разряд с Мрити, предания, но имеет авторитет Шрути, откровение священного писания. Комментировать гиту позволено только выдающимся учителям. Ее комментировали Шанкара и Рамануджа, Радхакришнан и Аурабинда. Мудреца, прокомментировавшего гиту и упанишады, почтительно называют «ачарья», что можно перевести как «великий учитель». Я понимаю, насколько самонадеяно с моей стороны стараться сказать что-то о гите, после того, как ее комментировало столько уважаемых и признанных мудрецов. Чтобы как-то сгладить ситуацию, скажу, что прочитанное вами нельзя назвать комментариями гиты. Это скорее вольное изложение ее фрагмента, сделанное с ягической точки отчета. Я думаю, что смог продемонстрировать то, каким образом вы сами можете читать гиту. Из переводов на русский язык я бы посоветовал перевод, сделанный Смирновым. Я считаю, что этот человек заслуживает упоминания перед каждым упражнением в йоге, когда нужно воздавать должное почтение всем древним мудрецам и учителям, донежшим йогическую мудрость до нас. Им мое поклонение и благодарность. Теперь поговорим о некоторых моментах, которые встречаются в гите и которые я постараюсь показать с новой стороны. Первый момент – само построение текста. Текст можно понимать на трех разных уровнях. Понимание зависит от той касты, к которой вы относитесь. Несмотря на то, что мы живем в третьем тысячелетии, каждый из нас принадлежит к определенной касте. Раньше, в Сати-Юге или Золотом веке все было просто, касты не были смешаны, и каждый рождался в определенном кругу с очерченными рамками поведения. Душа, приходившая в мир, избирала то или иное тело, из определенной касты, согласно своим наклонностям и карме. Человек рождался, зная свое место, так говорят тексты, кто знает, что было на самом деле. Но если допустить, что это было именно так, то, наверное, жить было гораздо легче. Душа выбирала соответствующую касту, согласно своим наклонностям и заслугам. Если она хотела легкой, сытной жизни, то рождалась в среде вайшев, купцов, земледельцев, ремесленников. У такого человека жизнь текла спокойно. Долг от него не требовал ни изнурительных тренировок и аскетизма, ни бесстрашия и игр со смертью. Согласно своей дхарме, он должен был играть по принятым для своей среды правилам, уделять всю энергию накоплению благосостояния. Если при этом он отдавал часть доходов на благотворительность, то считался благим и мог надеяться родиться в таких же или чуть улучшенных условиях в следующей инкарнации. Люди всех трех сословий найдут свое в Гите. Исключение составляют шудры. Раньше это были покоренные дравитские племена, не имеющие статус дважды рожденных, не имеющие права на изучение сакральных текстов. Считалось, что шудры понимают эти тексты извращенно, а если и занимаются йогическими упражнениями, то только для достижения демонических замыслов. Даже Шанкара, живший относительно недавно, придерживался ортодоксальных понятий, согласно которым шудра, услышавший сакральный текст, подлежал уничтожению. Ему заливали в уши расплавленный металл. Кого можно отнести к шудрам на сегодняшний день, судить вам. Их полно везде, лишь оглянитесь вокруг. Шудры живут ради наслаждений. При этом им все равно, каким образом удовлетворять свои страсти. Высшие касты тем и отличаются от шудр, что имеют некие рамки, некие пределы для удовлетворения своих потребностей. И сами эти потребности различаются для членов разных каст. Рассмотрим каждую из высших трех каст по отдельности. Арии, разделившись на три высшие касты, как бы поделили обязанности между собой. Вайши обеспечивали материальную базу для всего общества. Они не воевали, не изнуряли свои тела боевыми искусствами или духовными исканиями, жили легко. Часть дохода, вайши отдавали военному сословью, за то, чтобы те воевали вместо них, держа в подчинении дравитские племена. Часть средств, вайши отдавали брахманам, чтобы те, вместо них исследовали тайны духа и приобщали к духовности, давая ответы на главные вопросы. Самим исследовать эти тайны, пытаться получить ответы, ограничивая свои страсти, медитируя, изучая Писание. У вайши не хватало терпения и сил. Вайши жили под преобладанием Гун и Тамас. Жизнь военного сословия была более суровой. Кшатрии постоянно ковали свои тела и души, терпели лишение бесчисленных войн, презирая смерть и боль. Но и они жили ради наслаждения, это иное наслаждение, не такое приземленное, как при страсти сословья вайши. Кшатрии наслаждались от риска, от власти переворотов, интриг. Здесь преобладал Раджас. Брахманы наслаждались духовностью, исследованием истины, погружением в глубины духа. Хотя, на первый взгляд, их жизнь была бесцветной, аскетической, почти лишенной смысла. Но они наслаждались от садв. Гита описывает эти три касты и соответствующие им наслаждения. На сегодняшний день ситуация осталась такой же. Вайши имеют больше Тамаса. Из трех Гун, свойств Прокрити, именно Тамас присущ этому сословию. Они имеют дело с массой, вещественностью, и сами живут под знаком Тамаса. Их наслаждения более приземлены. Люди, живущие под знаком других Гун, не могут понимать, как можно получать столько удовольствия от столь размерной жизни, от долгого лежания в постели, от нескончаемой трапезы и послеобеденной дремы. Как можно так искренне радоваться вещам? Кшатрии – люди Раджаса. Они наслаждаются от балансирования на грани, на лезвии. Они любят власть интриги, могут ночами не спать и не есть. Их тела лишены лишнего жира, лишней массы. Эти люди горят, их испепеляет внутренний огонь, Раджас. Людям Тамаса такая жизнь кажется странной, непривлекательной. Все время удерживать власть, воевать, выживать. Что за благо во всем этом? Люди духовности живут, подчиняясь гуне саттва. Они ищут суть и наслаждаются от созерцательного исследования. Кшатрии и Вайши совершенно не понимают, какое наслаждение брахманы находят в своем образе жизни. Жизнь духовная, им кажется невероятно трудной. В старину они безоговорочно признавали авторитет брахманов, освобождая это сословие от жизненных нужд, снабжая всем необходимым и признавая их руководящую роль. Но сами брахманы совершенно не находят свой образ жизни изнурительным. Им доставляют удовольствие лишь радости духа. Телесные наслаждения, интриги, страсти – все это несравнимо с той эйфорией, которую брахманы переживают от созерцания и исследования духовных тайн. Вот в моем очень упрощенном пересказе то, что разбросано по разным местам гиты. Вайши и кшатрии можно встретить и сегодня. Но людей духовности осталось так мало, что уже нельзя говорить о касте. Я подразумеваю настоящих людей духовности, а не жрецов, одетых в разные формы и эксплуатирующих духовные идеи, чтобы богатеть и властвовать. Психологические типы гита классифицирует, применяя категории трех гун. Наслаждение тоже делится на три категории, по гунам. То же касаемо веры, ритуалов, жертвоприношений каст. Читая гиту, попробуйте уловить этот метод, и тогда природа предстанет перед вами как сплетенные из этих трех волокон. Кстати, гуны на санскрите означают и качество, и волокна. Все, любой феномен, любое явление, можно увидеть как переплетение трех гун. Еда делится на сатвическую, все свежее, легкое, вегетарианское, раджастическую, все острое, горячее, обжигающее, с добавлением лука, чеснока, перца, горчицы и так далее, и томасическую, все, что не свежо, с душком, трудно перевариваемо, кисло. После принятия первый человек почти не чувствует изменения психики, им овладевает лишь легкое ощущение насыщенности. При приеме раджастической пищи психика меняется. Такая пища надолго остается в виде возбуждения, жения, запаха чеснока, лука. Она возбуждает аппетит, так что чувство меры теряется. Томасическая пища вызывает помрачнение сознания, дремоту. После нее человека клонит в сон. Она трудно переваривается, остается надолго в желудке. Для упражнений йоги нужно соблюдать сатвическую диету, исключить все соленое, кислое, обжигающее, мясное. Одним словом, нужно есть лишь молочные продукты, мучные, овощи, кроме лука и чеснока, и фрукты. Теперь она наслаждениях. Они, согласно Гите, тоже могут быть разделены на три категории. Сатвично то наслаждение, которое сперва кажется горьким, как яд, но в конце, нектаром. Например, наслаждение от преодоления преграды, удовлетворение от решенной задачи, исполненного долга. Раджас доминирует в наслаждениях, которые сперва как нектар, а в конце, кажутся ядом. Томасично наслаждение, при котором человек с самого начала понимает, что поступает неправильно, но он не может побороть самого себя. Например, наслаждение всяких извращенцев, маньяков. В принципе, часть их психики понимает, что они делают что-то ужасное, понимает еще до поступка, но эта здравомыслящая часть не может доминировать над остальной психикой. Поэтому такое наслаждение ядовито с начала до конца. Сангхи утверждает, что весь космос, любой феномен является комбинацией трех гун. Гита говорит, что и вера, и жертвы бывают трех видов, согласно трем гунам. Сатвические люди верят из-за мудрости. Они жертвуют ради долга, потому что это необходимо, для духовного роста. Раджастические люди веруют лицемерно. Они жертвуют напоказ, преследуя нечистые цели. Они поклоняются идолам, полубогам, богатству и власти. Тамас противоречит вере. Люди с преобладанием Тамаса поклоняются желудку и гениталиям. Еще они поклоняются веществу, золоту. Если они стараются представить Бога, то Тамас приземляет их устремленность, и они верят во всякие предметы, мощи, здания. Их глаза и умы настолько затуманены, что они не понимают значения символов. Они поклоняются символам, в прямом смысле видя в них Бога, а не нечто, лишь обозначающее Бога. Вот как проявляются эти три качества природы. Они не существуют отдельно друг от друга. Это нужно запомнить. В той или другой вещи, событии человеке, разница лишь в преобладании одной из гун. Масса, энергия и смысл, суть, присутствуют во всем. От ангелов до насекомых, говорит Гита, нет никого, свободного от гун. Животные имеют больше Тамаса, человеческий план, больше Раджаса, а божественный план, ангелы и полубоги, больше саттв. Гуны постоянно вращаются, попеременно добиваясь доминирования, циклично сменяя друг друга. Когда преобладает саттва, мы уравновешены, сосредоточены, наделены светом знания. При Раджасе, поднимаются страсти, гнев и страх. При Тамасе, торможение психики, тупость, сон. Гита советует не цепляться за конкретную гуну, а отрешиться, увидеть их отдельность от нашего истинного Я. И главное, то с чего я начал говорить о гунах, нужно найти свою предрасположенность, свою касту. Нужно понять кто мы, кем являемся в действительности, брахманом, кшатрием или вайшей. Это зависит от доминирования одной из гун. Для каждой из этих каст, Гита может быть прочтена по-разному. Каждый найдет рекомендации для освобождения, согласно своей натуре, своей касте. Лучше придерживаться своей дхармы, говорит Гита. Лучше своя дхарма, хотя недостаточно выполненная, чем чужая. Придерживаясь несвойственной нам дхарме, мы обречены. Давайте рассмотрим этот момент тщательно. Человек, решивший придерживаться духовного пути, должен всего себя подчинить осуществлению этой цели. В нем живет и вайшья, и кшатрий, и брахман. Человек как бы является моделью космоса. То, что наверху, то и внизу, то, что там, то и здесь, это лейтмотив Упанишад. Индивид, как бы является моделью общества. Касты представлены в нем, как бы сторонами его натуры. В каждом живет шудра, недостойный. Его нужно покорить, держать в рабстве. Если шудра получит власть, то это прямая дорога в ад. Если человеку удастся покорить свою недостойную часть, то остальные свои уровни, он должен расположить, соответственно, кастом. Вайшья часть личности, с преобладанием гун и тамос. Все то, что направлено на выживание, на продолжение рода, на поиск средств к существованию. Можно объединить в это понятие. Кшатрий, та часть нас, которая держит плоть в узде. Воин в нас не дорожит ни жизнью, ни телом. Принципы честь являются для него главными. Для него свойственно пренебрежительное отношение к благополучию, здоровью телу. Эта часть обуреваема страстью повелевать. Если ягину удается направить эту жажду власти на самого себя, вовнутрь, то кшатрий в нем покоряет шудру и держит вайшью в рамках долга, дхармы. Самая чистая, одухотворенная часть личности, это брахман, сатвическая составляющая человека. Она поднимает планку понимания кшатрия, дает ему правильное направление, согласованное с долгом, дхармой. Сатвическая часть психики должна быть доминирующей, направляющей волю и энергию. А воля со своей стороны подчиняет плоть тамос. То, что вы только что читали, это интерпретация кастовых правил, перенесенная внутрь. Я позволил себе сделать это, следуя примеру упанишад. В упанишадах внешние ритуалы приспособлены к психике человека. Например, там говорится о внутренней огнехотре, сакральном ритуале жертвоприношения огню. Упанишады предлагают перенести процесс внутрь, совершать жертвоприношение интроспективно, виртуально. Этот процесс мы рассмотрим, когда перейдем к упанишадам. Но я хочу подчеркнуть, что перенесение кастового устройства вовнутрь, предложенное мной, опирается именно на нововведения упанишад, предложивших переносить внешнее вовнутрь. Это можно сделать и с пониманием гиты. Перенесите происходящее на психику человека. Курукшитра, поле долга, место, где разворачивается битва, это нравственная жизнь души. Враг Дуриадхана переводится как трудноодолимый, со своей ратью, грехи и незнания, которые нужно победить. Колесница, на которой стоит Арджуна, это психика, с пятью органами чувств, как пятью лошадьми. Сам Арджуна, это джива, или душа, вовлеченная в маю. Учитель, направляющий колесницу, сверх душа, нравственно руководящая процессом освобождения. Подобное сравнение встречается в Хаупанишаде, в Макшадхарме, в Дхамападе. Если вы из касты брахманов, и в вас доминирует саттва, то вы должны понимать гиту подобным образом. Когда в тексте говорится о победе над врагом, вы должны понимать под врагом моху, все низменное в вас. Когда говорится о смешении каст, для вас это должно значить смешение в психике, в душе, когда низменное начинает доминировать над благим. Но гита может быть прочтена из позиции воина, кшатрия. Если вы принадлежите к этой касте, то значит из гун доминирует раджас. Энергия, воля к власти, пренебрежение жизнью, вот ваши главные качества. Вы самурай. Это слово на японском означает служить. Кшатрий постоянно в поиске достойной цели для служения, цели, для которой стоит положить жизнь. В бесчисленных прошлых инкарнациях он приучал себя смотреть в глаза смерти, желать достойно и красиво уйти или жить с чувством исполненного долга. Жизнь – ничто, ее можно потерять, но честь – никогда. Кшатрий, чтобы достигнуть удовлетворения, должен найти праведных людей, истинных брахманов и обеспечить их безопасность. Он должен воспринимать их идеи и распространять среди шудр, даже с использованием силы. Большего я сказать не могу, иначе меня обвинят в экстремистских призывах. Но сказанное мной правда, так было в среде любой культуры, религии. Тамплиеры в самом начале были семью рыцарями, пожелавшими служить духовному делу своими мечами и храбростью. Через века этот орден достиг невероятного могущества, превзойдя несколько европейских государств вместе взятых. Потребность кшатрия – война. Медитации, непричинение вреда, обуздание страстей – все это трудно для воина. Но сказанное не значит, что кшатрию закрыт путь к Богу, к истине. Воин должен идти своим путем. Как в открытые врата, кшатрий вступает в праведный бой, говорит Гита. Если вы чувствуете избыток раджаса, то единственный приемлемый выход для вас – подчинить эту энергию цели. Вы должны найти достойного человека, человека, полного саттвой. И вы должны оберегать эту саттву от тамаса окружающего мира. Точно так же, саттва в вас самих станет прибавляться, под воздействием саттв учителя. Теперь о вайшиах. Вайши – это основная часть общества. Вайши означает народ. Древние арийцы были обычными людьми, со свойственными людям слабостями. Они жили, посвящая духовным делам лишь часть времени. Они были похожи на людей нынешнего времени. Вайши – это просто праведный человек. Он не йог, не воин, но чистый человек, старающийся совместить жизнь в обществе и духовный прогресс. Это домохозяин, занимающийся бизнесом, семьей, благотворительностью. В таком человеке нет аскетизма, свойственного брахманам, или одержимости, свойственного воинам. Вайши не торопится. Он не хочет достигнуть духовного роста в шесть месяцев. Он живет по правилам своей дхармы и знает, что будет прогрессировать из инкарнации в инкарнацию. Если вы вайши, то, читая гиту, вы обретете душевный покой. Гита самым лучшим образом синтезирует путь духовный с жизнью в миру. Оставайтесь на своем месте, делайте дела, ведь это ваш долг. Но занимайтесь делами не из-за плодов, не для денег, не для власти. Главный долг вайши – жертвовать делу. То, что они должны платить налоги, это закон государства. Тут они могут платить неохотно, пытаясь укрывать свои доходы, рискуя навлечь гнев правящего сословия. Иногда это им удается. Но кармические законы действуют в иной плоскости. Здесь деньги, отданные человеком с чистыми помыслами, превращаются в благую карму. В принципе, это и есть путь для вайшиев. Они освобождены от обязанностей аскезы, лишений, риска, но взамен должны отдавать часть дохода святым людям, помогать распространению священного знания. Вот обязанности трех каст. Брахманы ищут, изучают, совершенствуют и передают знания, видео. Здесь подразумевается лишь знание, помогающее мокше, освобождению души от рабства природы. Кшатрии оберегают это знание и его носителей, используя силу, воинственность, рискуя жизнями. Вайши обеспечивают материальную сторону этого процесса на всех уровнях. Все это дело, цель. Гита говорит, что подобная деятельность является наивысшим долгом по отношению к людям. Если человек начинает служить этому делу, то его карма очищается. Он получает знания, как бы в подарок, без особых усилий с его стороны. Деятельность на благо миру, рассматривается как наивысшая жертва. Каждый должен выбрать свое место, в этой модели, согласно своей природе. Нужно найти свое призвание, свою дхарму, согласно доминирующей гуне. Раньше в истории были языковые и пространственные барьеры. Пророк, учитель, святой мог передавать знания лишь ограниченному кругу ближайших учеников. Те передавали знания дальше. Но по принципу испорченного телефона информация искажалась по мере отдаления от первоисточника. Наконец, при достаточном удалении, знание извращалось настолько, что становилось чем-то иным. Появлялась новая секта, новое направление. Теперь ситуация изменилась. Теперь барьеров не существует. И есть желание всего человечества понять друг друга. Без этого наша раса обречена. При столь стремительном техническом прогрессе, религиозные конфликты обязательно приведут к апокалипсису. Вера, миросозерцание – единственное, что сдерживает зверя, живущего в человеке. Но при нынешней ситуации, люди оправдывают свою агрессию именно религиозными аргументами. Во имя Бога и истины, пролито больше крови и слез, чем из-за всего остального. Но уже близка критическая точка. Скоро случится или-или. Или несколько фанатичных людей, благодаря доступности информации, соорудят термоядерную дубинку. Или одна из сверхдержав сможет установить тотальный контроль над всем миром. Оба эти пути кончаются тупиком. Не дай бог случится такому. Это понимает каждый человек на земле. Это в общем бессознательном человечество. И именно понимание этого создало благоприятную среду для появления нового знания, которое есть хорошо забытое старое. Я подразумеваю йогу, путь достижения власти над психическим. Адепт, получая власть над психикой, погружаясь в глубины самого себя, видит душу. У него появляется знание, здесь разговор идет не о вере. Он ощущает душу, находит и следует, как плод амалаки, в собственной ладони, говорят упанишады. Йога может практиковаться человеком, вне зависимости от религиозной принадлежности. Если мир и может договориться на религиозные темы, то именно йога может способствовать этому. Вот дело, можете служить этому делу. Если вы найдете единомышленников, то распределяйте обязанности согласно своим способностям, своей предрасположенности. Сделайте это так, как это делали арии, распределяя обязанности по кастам, согласно доминированию гун. Или начните осуществлять дело один. Не задумывайтесь. Добьетесь успеха или нет, не важно. Важно решиться, не заботясь о плодах. Нужно поверить в себя и объявить войну материи. Как та отважная птица, решившая выпить океан. Будьте сами себе и брахманом, и кшатрием, и вайшей. В каждом из нас есть три гуны. И они попеременно доминируют. Так мы попеременно являемся вайшей, кшатрием или брахманом. Пусть сатвическая часть вашей натуры ищет, ибо ищущие всегда находят. Пусть кшатрии в вас будет бесстрашен и пренебрежителен к опасностям. Пусть он оберегает духовную часть ценой своей жизни. И пусть вайшья в вас будет праведным и щедрым. Пусть он жертвует духовному в себе, ограничивая свои потребности и создавая условия для духовного поиска. Если вы поняли, как можно увидеть преобладание той или иной гуны в том или ином феномене, то ваш взгляд на мир изменится. Возьмем, к примеру, обычное застолье. Процесс, знакомый каждому из нас. Процесс принятия алкоголя очень легко можно классифицировать, применяя категории гун. Люди с преобладанием тамаса выпивают ради выпивки. Они стремятся к результату, к состоянию опьянения. Те, кто находятся под гуной раджес, больше значения придают тому возбуждению, которое дарует алкоголь. Если люди принимают алкоголь для храбрости, то это тоже попадает в категорию раджаса. На войне, когда солдатам выдавалось по 200 грамм, для храбрости, руководство старалось возбудить гуну раджес. Море по колено, можно голыми руками идти на танки. Но алкоголь можно принимать и для возбуждения гуны саттва. Например, бальзак не садился за письменный стол, предварительно не приняв полбутылки шампанского. При правильном застолье, если тосты выстроены правильной тамада и скусин, компанией овладевает чувство дружбы, любви к ближним и родине, уважение к родителям и предкам. Если застолье идет по установленным тысячелетиями правилам, то оно превращается в нечто вроде сакрального ритуала. Тосты предкам, богу, родине, ушедшим, родителям, тем, кто в беде, все это превращается почти в молитву. Такое принятие алкоголя возбуждает саттву. Состояние, достигаемое тогда, чисто и одухотворено. Эту модель можно перенести и на другие фармакологические вещества. Я привел пример с алкоголем, чтобы показать механизм гун. При правильном подходе, его можно использовать для возбуждения гун и саттва. Само вещество здесь вторично. Главное, настрой, ритуал. В ведах это называется жертвоприношение сомы. Жертвоприношение сомы, это центральный ритуал вед, и его правильное понимание очень важно. В бхагавадгите говорится, что божество это сома. Это место можно понимать, только сопоставив с другим. Брахман, это и жертвоприношение, и жертвующий, и жертва, и жертвенный огонь. Этот стих считается самым священным стихом Гиты. В Маханирванатантре сказано, что после очищения мантрой, которая есть этот стих Гиты, пища и вещи, посвященные Брахману, становятся сами очистительными. Посвятив таким образом пищу, тантрический учитель и его ученики могут принимать любую пищу. Они могут очистить этой мантрой любой предмет, помещение, оскверненное людьми низшей касты. Считается, что этот стих дает формулу освобождения ото всех обрядов и ограничений. Я читал воспоминания одного из учеников Рамакришны, где рассказывалось, что Рамакришна долгое время пребывал в экстазе от данного стиха, весь космос для него предстал как жертвоприношение единого духа самому себе. О, какое великолепное видение, восклицал святой, видеть все жертвенным возлиянием Брахмана, Брахману, на огне Брахмана. При таком отношении, вся наша жизнь, любой поступок становится шагом к Абсолюту. Это и есть сатвическое понимание Гиты. Вся человеческая жизнь – жертвоприношение. Гита говорит, что есть бесконечное количество путей познания Абсолюта. Разные культуры, религии поклоняются по-разному, представляя божество согласно своим путям, но все эти пути ведут к Брахману, Абсолюту. Те же, которые, поклоняясь другим богам, жертвуют полные веры, те также жертвуют наивысшему, хотя и не по древнему закону. Какие бы образы с верой не почитал поклонник, его нерушимую веру ему посылает Высший Господь. Он ищет милости образа, укрепляясь этой верой, от него получает желанные блага, хотя они даются Всевышним. Неразумные думают, что непроявленный Абсолют достигает проявления. Они запредельного, вечного, непревосходимого бытия Бога не знают. Говоря о йоге, Гита старается выявить суть, не останавливаясь на деталях. Она придает значение смыслу, а не внешнему. Отказ от жажды плода, она ставит выше механического исполнения правил отшельничества. Само построение памятника можно понимать на трех уровнях. Эти уровни не противоречат друг другу, а дополняют. Первый уровень понимания тот, который лежит на поверхности. Так Гиту понимают миллионы людей. Для них этот текст – часть Махабхараты. Махабхарата повествует о борьбе двух родственных родов. Читая Гиту с этого уровня понимания, мы познаем дхарму, долг, законы правильной жизни. Можно правильно жить и в обществе, добиваться духовного роста. Для этого нужно слушаться учителя, исполнять религиозные предписания. Нужно правильно понимать этот момент. Говоря о своей дхарме, об опасностях чужой дхармы, Гита дает указание не отказываться от пути предков. Не нужно переходить в другую религию. Поклоняйтесь так, как это делали ваши предки. Придерживайтесь тех ритуалов, которые приняты в вашей культуре. Это очень важный момент. Гита – не сектантская книга. Она старается, чтобы вы поняли лучше истинный смысл тех молитв и ритуалов, которых придерживались ваши предки. Не нужно менять свою дхарму. Не нужно по-иному одеваться, говоря незнакомые слова и имена Бога. Зачем? Ведь вы уже принадлежите некой религии. Если вы христианин, то молитесь, как это принято у христиан. Если вы мусульманин, то придерживайтесь вашей религии. Глупость менять религию. Не нужно принимать новую веру, ведь то, что исповедовали ваши отцы, более близко для вас генетически. Это первый уровень понимания. Для домохозяина, живущего в обществе, пытающегося достигнуть духовного прогресса, слушая других. Это для вайшьев. Другой уровень понимания для кшатриев. Гита – часть Махабхараты. Махабхарата – история междоусобной распри. В ней повествуется о царском кшатрийском роде, пяти братьях, один из которых – Арджуна и является тем учеником, который получает наставление в Пхагавадгите. В четвертой главе учитель говорит о преемственности своего учения по кшатрийской линии. Это знание передавалось Раджа, Ришами, царственными мудрецами. В те далекие времена были две борющиеся за первенство касты – брахманы и кшатрии. Согласно самой Гите, она появилась в среде кшатриев. Этим объясняется некоторое пренебрежительное отношение памятника к ведам. Посмотрим на этот вопрос с другого угла. Некоторые исследователи усматривают в Пхагавадгите переработанную воинственную песнь Кришны, сына Деваки, ученика Кхоры Ангерасы. Кхора Ангераса принадлежал к пятому поколению философов. В Упанишадах названы, по крайней мере, 119 имен, и это в те времена, когда Греция дала только три имени философов – Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. Кхора Ангераса принадлежал к пятому поколению, и это означает, что он не являлся автором излагаемых им идей, а лишь изложил их в новом, понятном для современников виде. Мы постоянно должны помнить эту особенность священного знания. Никто, ни один из философов не присваивал себе авторство. Все они лишь приспосабливали старую мудрость к новым временам, переливали старое вино в новые вехи. Я специально делаю акцент на древности этого знания. Кришна, сын Деваки, жил в 564-х годах до нашей эры, а человек, от которого он принял знания, Кхора Ангераса, принадлежал к пятому поколению философов. Представьте, через какую цепь это знание пришло к вам. Каждый из тех, кто передавал эту мудрость, был мудрецом, всю жизнь посвятившим накоплению и осуществлению этого знания. Поскольку само знание касается нашего внутреннего мира, то старые учителя были в лучших условиях, чем нынешние ученые. Ведь исследование психики не нуждается в современной аппаратуре. Технический прогресс, ускоренный ритм нашего времени, является скорее помехой, чем благоприятной средой. Для созерцательного исследования тайн духа, те давние времена содержали гораздо меньше соблазнов и помех. При этом само арийское общество было построено так, чтобы создать наилучшие условия касте и следующей тайны духа. Брахманы были освобождены от житейских забот. Низшие касты не имели права коснуться брахмана. Посягательство на их имущество каралось жесточайшим образом. Князья постоянно устраивали философские диспуты, где самого мудрого из духовного сословия награждали богатством. Знание, которым брахманы делились с остальными, считалось наиболее ценной вещью, а вознаграждение считалось тем немногим, что можно было предложить этим святым людям взамен. Но параллельно с брахманами зародилось некое тайное знание. Чтобы не вызывать ярость первых, кшатрии тайно передавали это знание. Есть упанишады, где кшатрий поучает брахмана. В некоторых местах он делает это после настойчивой просьбы, напоминая, что не принято для кшатрия поучать брахмана. Гита содержит подобное знание. Кришна, сын Деваки, принадлежал к касте кшатриев. Он был князем из Матхуры, отличавшейся воинственностью. Он убил персидского сатрапа Калаваина, продвигавшего владение Кира на восток. После убийства, Кришна бежал из Матхуры к двораку. Там он и сочинил воинственную песнь, изложив идеи своего учителя Кхоры Ангерасы. Эти идеи встречаются в Чхандоге Упанишаде. Суть учения Кхоры Ангерасы в уподоблении человеческой жизни жертвоприношению самы. Вся наша жизнь может рассматриваться как жертва. Центральное значение придается ментальному состоянию в час кончины. Кхора Ангераса советует Кришне встретить смерть, медитируя о неразрушимости, единстве атмана. Гита действительно содержит обе эти идеи, что говорит в пользу теории о Кришне, сына Деваки, как авторе древней части Гиты. Текст рассматривает всю жизнь человека как символическую жертву. Вся четвертая глава посвящена этому. Гита отдает громадное значение настрою при смерти. Кто в час кончины, освобождаясь от тела, Всевышнего вспоминая, уходит, тот в сущность Всевышнего вступает, в этом нет сомнения. Ибо кто какую сущность вспоминает, покидая тело, кто и он идет, всегда превращаясь в ту сущность. После этого учитель советует вспоминать Бога и сражаться. В другом месте сказано, что Арджуна должен радоваться праведной битве. Второй важный вопрос, поднимаемый Гитой, касается дозволенности убийства. Здесь учение Гиты опять совпадает с учением Кришны, сына Деваки. Скрываемое в кшатрийской среде тайное знание подрывало доходы брахманов. Яджнавалки первый стал открыто учить о карме. Будущее души зависит не от жрецов и жертвоприношений, а от тех поступков, которые она совершает. Кришна перенес это учение на долг кшатрии. Убийство, исполненное во имя долга, не вызывает кармических последствий. Убивать долг воина. Если он это делает не для себя, не из эгоизма, без жажды плода, а в силу долга, такое убийство открывает врата рая. Вы помните, в йоге говорится об Ахимсе, не причинении вреда, как о главном запрете. Ахимса запрещает убийство даже при исполнении долга. Так что, как можно увидеть, чтение гиты для кшатрия, совершенно иное, чем для представителя духовной касты, брахмана. Когда я говорил о споре между двумя кастами, кшатриев и брахманов, я имел в виду деградировавшую часть духовного сословия. Людей духовности даже во время создания гиты было очень мало. Лишь один из тысячи интересуется духовным. Говорит гита. А среди интересующихся, лишь единицы обладают знанием. Так было всегда. Люди постоянно пытаются нажиться на духовности. В одной упанишаде брахман сравнивают с собаками, которые воют, пародия на мантры, и просят пищу. Так было тогда, и тоже повторяется и по сей день. Есть одна упанишада, посвященная вопросу, кто может называться брамином. Это не титул, не вероисповедание, здесь не имеют значения гены. Брамин тот, кто познал брахмана. Вот ответ у панишады. А все остальные, одевающие ту или иную форму и просящие вас оплачивать некоторые ритуалы, это просто жрецы. Они везде, и они, враги истинного знания. Если появляется некто, в действительности познавший бога, эти жрецы сразу убивают его. Библия содержит множество таких примеров. Тоже неоднократно повторяет Мухаммед, мир ему. Так было всегда и так будет, ибо, как говорил экклезиаст, нет ничего нового под луной, и все повторяется вновь и вновь, в нашем суетном мире. Для людей духовности гита открывается на совершенно ином уровне. Если вы желаете понять гиту на наивысшем уровне, то должны смотреть сквозь образы и частности. Не имеет значения, как называется, ученик или учитель. Душа человека старается вернуть утраченное им состояние. Она опять хочет править. И власть эта, не земная власть, не тот или иной трон. Враг, названный дурьотханой, то есть трудноодолимым, есть символ греха, незнания. Арджуна, белый, светлый, это душа, изгнанная, влачащая жалкое существование. Причина этому, некая азартная игра, игра в кости, в которой она проиграла трудноодолимому. Из обманывающих, бог проявляется, как игральные кости, говорится в 10 главе. Как можно понимать все это, о какой игре идет речь, кто такой трудноодолимый? Я считаю, что это майя, иллюзия, скрывающая от души истину, заставляющая ее забыться, грезить. Это сансара, череда перерождений. Душа человека бесконечно гоняется за счастьем, но в невечном мире ей достается лишь страдание. Вокруг лишь мишура, видимость. Жизнь, подобная игре в казино. Каждый пытается выиграть, хотя вокруг полно проигравших. Ведь жизнь мимолетна, словно сон. Любое достижение, любой комфорт надоедает, и человеку нужно больше и больше. Здесь дело не в количестве, количестве денег или власти, неудовлетворенность жизнью порождена неверным вектором искания. Есть притча о на средине, искавшем что-то в саду. Его спросили, что он делает, на что получили ответ, что старец потерял ключи в подвале, и ищет их. Но если вы потеряли ключи в подвале, почему ищите их здесь? Там темно, ответил на средин, и я решил поискать при солнечном свете. Это старинная суфийская притча. Люди ищут вечное в том, что не вечно. Они ищут вечную любовь, вечное наслаждение во внешнем мире. Это и называется сансарой. Но несмотря на логику, нечто из глубины души стремится к вечности. Сам этот импульс истинен. Вечное можно найти, это не нуждается в доказательстве, мы все просто знаем это. И вы, и я, и все остальные, уверены, что существует вечная любовь, вечная жизнь, бесконечное наслаждение. Мы уверены в бессмертии. Каждая клеточка нашего организма противится фактам. Как будто мы попали в иное измерение. Мы не там, где должны быть. Мы не те, какими кажемся. Все вокруг, какое-то недоразумение. Дело в том, что каждый из нас прав. Мы в действительности обладаем вечным бытием, властью, вернее, обладали всем этим. И по какой-то невероятной причине попали в недоразумение. И с этим недоразумением невозможно согласиться. Невозможно поверить, что мир таков, каков он есть. Что-то внутри нас протестует против смерти, против конечности, беспомощности перед временем и материей. И тут каждый совершает одну и ту же ошибку, снова и снова. Эта ошибка – неверный вектор поиска. То, что мы потеряли в другом месте, невозможно найти в саду, лишь потому, что искать там удобнее. Невозможно найти бесконечное, вечное, в эфемерном конечном. Эту мысль снова и снова повторяют упанишады. Гита называет вечное сад, а эфемерное – а сад. Сад – это то, что имеет качество бытия, и это качество никогда не покидает его. Нечто можно охарактеризовать как сад, если это нечто есть и никогда не перестает быть. Все остальное – а сад. Гита говорит, что при неком измененном взгляде, душа становится способным видеть грань, отделяющую сад от асад. Как можно обрести этот новый взгляд? Медитацией и размышлением над тем, что вы сейчас читаете. Нужно читать сакральные тексты, и вы станете постепенно видеть явление в другом ракурсе. И тогда вы поймете, что йога не запрещает удовольствие этого мира, но показывает их тщетность, их бесполезность. В нас есть некто, ищущий нечто, давайте не называть этого субъекта и не определять объект. Но составляющий и того, кто ищет, и того, чего ищут, является атрибут сад – вечность. Этот атрибут вечности просто невозможно найти во внешнем мире, все дело в этом. Сад невозможно найти в том, что называется асад. Есть старинная индийская притча о царе, загипнотизированном, пережившем сон, показавшейся длиной в жизнь. Царь во сне стал простолюдином, терпел лишения бедность, горбатился, но так и не мог содержать семью. Дошел до отчаяния, самоубийства. И так продолжалось до его пробуждения. Очнувшись, он опять оказался на троне. Оказалось, что в гипнозе он был лишь минуту. А ему показалось, что он прожил целую жизнь. Эту историю в другом варианте рассказывает Вивикананда. Однажды Арджуна просит Кришну объяснить ему, что такое майя. Учитель посылает его за водой. Но по дороге с учеником случается некая история, его уводят из лесной чащи силой, он становится царем, женится, у него рождается сын. Потом начинается война, после чего Арджуна терпит поражение, теряет власть, его единственный сын погибает, убитый врагом, соседним Раджой. Он уже пожилой, решается покончить с жизнью и, вдруг, оказывается, опять молодой в лесной чаще. И Арджуна понимает, что такое майя. Я бы посоветовал прочесть приложение к игре в бисер Германа Гессы. Там он пересказывает эту историю гораздо красивее, чем это удалось мне, или самому Вивикананде. Но Вивикананда не пытается рассказать притчу красиво. Он не хочет удовлетворить ваше эстетическое чувство. Он старается потрясти что-то в вас, вывести из дремы. Давайте я перескажу еще одну притчу, приведенную им в другой лекции. Жил некогда львенок, потерявшийся и нашедший приют среди овец. И он рос, считая себя овцой, щипая траву и панически сжимаясь, услышав очередной львиный рык. Однажды ему повстречался другой лев. Наш герой уже приготовился к тому, что его съедят, поджав хвост. Но противник, вместо нападения, удивленно заговорил с ним. Ты же лев, такой же, как и я. Тебе нечего бояться. Нет, я овца. Ты лев. Нет. Вышедший из терпения, чужак подтащил нашего героя к водоему и показал ему его собственное отражение. И тогда всю округу сотряс могучий рык нового царя, только что осознавшего свою сущность. Слова Вивикананды действуют подобным образом. Он лев, пробуждающий в вас другого льва. Нечто подобное происходит, если правильно читать сакральные тексты. Некто шевелится в глубине вашего естества, пробуждаясь. Не нужно обращать внимание на информацию. После первого или второго прочтения, вы уже знаете все, что в этих текстах написано. Но их нужно читать не только для знаний. Погружаясь в эти мысли, написанные древними мудрецами, ваш мозг перенимает некие установки, вы мыслите в унисон с прозревшими мудрецами, мыслите иначе, по-другому. И вдруг оказываетесь по ту сторону реальности. Нет промежутка между незнанием о виде и истинным знанием виде. Одно мгновенно уступает место другому. Для пояснения, я снова приведу притчу. Я уже не помню, где конкретно читал ее. По-моему, ее приводит Радхакришнан в своем двухтомнике индийской философии. Жил некогда царевич, до поры до времени спрятанный в бедной деревушке, подальше от дворцовых интриг и ярости отца. Там он жил, как обычный деревенский парнишка, постепенно забывая свое происхождение. Но однажды к нему пришли люди, посланные матерью, с известием, что тиран отец умер, и все ждут его возвращения, в качестве правителя. И, как только эти слова были произнесены, забытье покинуло молодого человека. Его взгляд, жесты, выражения лица стали царственны, исполнены величия и власти. Это произошло сразу. Так и с прозрением. В принципе, просветление происходит сразу. Гита имеет огромное влияние, огромную пробуждающую силу. Она пробуждает желание освободиться, достичь мокши. А если появится желание, то технику йоги можно изучить. Это не труднее, чем изучить иностранный язык. Патанджали дал точные указания, разобрал проблему по кусочкам. Когда мы перейдем к деталям, все пойдет гораздо легче. Это не труднее, чем подвести вас к пруду и заставить взглянуть на собственное отражение. Но никто не станет тащить вас силой, желание должно исходить от вас. Йога Мчитаврити Ниродхам. Йога – это успокоение волн в психическом океане. Это классическое определение йоги, данное в йога-сутрах. Психика – это то озеро, в котором отражается душа Пуруша. Из-за волн, поверхность не может отражать Пурушу, искажая ее действительную сущность. В результате мы считаем себя конечными, смертными существами. Йога говорит, что наша истинная сущность имеет три определения, три атрибута. Это сат, чит и ананда. Наш ум, являясь лишь аппаратом, подчиненным Пуруша, не может охватить ее сущность. Сат, чит, ананда – единственное, что можно сказать о Пуруша. Сата – действительность, реальность. Пуруша есть, реально. Чит – сознательность. Пуруша сознательна, ее существование самоосмысленно, это не существование мертвой материи. Ананда – это блаженство. Поскольку душа самодостаточна, то она блаженна. Ее существование, сат, сознательность, чит, переживается ею самой, как удовольствие, ананда. Пуруша не требуется ничего другого для наслаждения. Ее природа, онтологическое бытие, наполнено анандой. А личность Ахамкара – это чисто иллюзорный феномен. В действительности нашей личности нет, ее не существует, поскольку она подвержена переменам и конечна. Но есть страдания, и никакого значения не имеет, иллюзорна она или нет. Ведь гита написана для личности, для человека, мучающегося от страдания. Гита начинается с трагедии души, личности. Эго или Ахамкара достигает грани предела. Мистики этот момент называют кошмарной ночью души. Трудно войти в резонанс с учением гиты, если вы не чувствуете нечто подобное. Это момент кризиса. Все бессмысленно, тщетно. Не видно никакого света в конце туннеля. Вокруг лишь безнадежность. И буддизм, и йога сравнивают свое учение с лекарством. Но вы должны быть больны, чтобы нуждаться в лекарстве. Это душевная болезнь. Когда мы читаем симптомы Арджуны, то в нас или возникает чувство эмпатии, сопереживания, или нет. Лишь тот, кто сопереживает, извлечет пользу от поучения учителя. Не верьте тем, кто утверждает, что не испытывает эту боль и моменты сомнений никогда. Все йоги испытывают вращение гунн. Об этом говорит и гита. В один момент душа блаженствует в экстазе. Все правильно и четко, в психике торжествует гуна саттва. Но момент проходит, саттву сменяет беспокойство раджаса и тоска, вызванная тамасом. И боль возвращается. Йога как приходит, так и уходит, говорится в йога-сутрах. Но как же можно найти истинного учителя? Рамакришна подвергал своих знакомых некому обследованию. Он искал отпечаток знания на сердце. Во время медитации, если человек вступает в самадхи, то на груди появляется нечто вроде перевернутой пирамиды, вызванной приливом крови. Рамакришна говорил на равных лишь с теми, у кого был этот отпечаток знания. Вот вам еще одно средство, как можно отличать истинного гуру от ложного. Что касается меня, то я ни в коей мере не претендую на роль гуру. Я чувствую ту боль, избавить от которой может лишь йога. Я могу научить вас тому немногому, что знаю сам. И главное, я объясню, как нужно понимать учителей. Они говорят на древнем языке. Говорят иносказательно, ведь не существует терминов и понятий на западе, обозначающих то, чему они учат. Вот и все. Больше у меня претензий нет. То, что я делаю, вызвано одиночеством. Попытаюсь пояснить на примере. Среди немых существовал вид рэкета, когда богатых немых облагали данью. И еще не было случая, чтобы те отказывались платить. Чем же этих бедняк устрашали столь удачно? Одиночеством. Сообщество немых просто прекращало общение с богатыми немыми, если те не уплачивали некий взнос в общую казну. Немые – особая среда. Они могут общаться только с себе подобными. Поэтому богатый представитель этого сообщества оставался изолированным, если его собратья прекращали контакт с ним. Но никто не отказывался платить. Я испытываю нечто подобное. Я могу понимать слова древних о йоге, но вокруг нет никого, кто бы интересовался этим вопросом настолько, чтобы можно было с ними делиться мыслями. Несколько друзей ограничились поверхностным интересом. Вот и все. Я ищу других, подобных мне. Есть одна упанишада, его комментарии мы рассмотрим вместе с другими упанишадами, но я хочу пересказать одно место, соответствующее излагаемой проблеме. Согласно упанишаде, все три гуны побуждают человека продолжить самого себя. Это в природе гун. Тамас побуждает продолжить самого себя, как тело. Тамас подталкивает нас заботиться о здоровье, о физической безопасности. Раджас побуждает продолжить свои дела. Люди желают, чтобы их дело жило, развивалось, осталось после них. Они занимаются бизнесом для того, чтобы начатое им дело, вложенная энергия, пережила их. Это раджас. Сатва побуждает человека продолжить свое знание, зафиксировать, передать. Это влияние гун и сатва. Вот объяснение моих стремлений. Даже то немногое, что я узнал, что передумал, хочет существовать, продолжаться. Те великие истины, которые я обнаружил в писаниях тысячелетней давности, не должны исчезнуть. Я лишь собрал эту мудрость, лишь нашел ее. Те слова, из которых я почерпнул данное знание, тоже утверждали, что являются лишь передающими, лишь комментаторами. Это традиция, и я присоединяюсь к ней. Шрути, священное знание, означает услышанное. Авторы называли себя лишь воспринявшими, услышавшими, опта, эту мудрость. Каждое новое поколение передавало старое знание, лишь комментируя его, сохраняя главное без изменений. Фиксирование в письменном виде этих текстов произошло несколько веков тому назад. Но до этого эти тексты передавались устно. С помощью йогических упражнений можно добиться невероятных сил ситхи. Одна из подобных способностей – память, способная вместить ведическое знание. Существовали люди, запоминавшие огромное количество священного знания. Их называли Шратрея, те, кто знает ведические тексты наизусть. В Индии и по сей день можно увидеть пандитов-святых мудрецов, знающих наизусть ведические гимны, комментарии на них брахманы, комментарии к брахманам, упанишады, а еще сутры, законы ману, эпос, рамаяну и махабхарату, пураны и так далее. Я хочу, чтобы вы прониклись чувством благоговения, осознав, как это знание дошло до наших дней. Но теперь, в самом конце века зла, кали-юги, это знание висит на волоске от уничтожения. Раньше, когда были люди, посвящавшие жизнь запоминанию и передаче этого знания, ничто не могло уничтожить его. Завоеватели могли сжигать книги, но они не могли истребить память. Священное знание, передаваемое устно, сохранилось. Но теперь ему грозит исчезновение, растворение в невероятном количестве легкомысленной макулатуры. Слово йога уже потеряло свое значение. Теперь этот термин оброс несвойственными ему обертонами. С йогой ассоциируются такие понятия, как факир, фокусник, физкультура. На ум приходят голые люди, лежащие на гвоздях или глотающие шпаги. Или голливудские звезды, имеющие по персональному гуру и по три комнаты для медитации. Это влияние кали-юги. Древние истины стали предметом продажи. В самих деньгах нет ничего плохого. Но современные гуру стараются сделать йогу ширпотребом, упрощая ее настолько, чтобы она заинтересовала среднего человека нашего времени. Обещав здоровье и долголетие, клиенту подается нечто вроде очередного гамбургера. И бесчисленное количество людей покупают такие руководства, пытаясь следовать им. Но обещанного здоровья и долголетия не наступает. Раз уж мы начали говорить на эту тему, скажу о здоровье несколько слов. Если вы станете упражняться в классической йоге, то со здоровьем у вас проблем больше не возникнет никогда. Здоровье и долголетие это то, что йога дает сразу, без особых усилий с вашей стороны. Но есть одна закономерность, и я попытаюсь объяснить ее. Работая над собой, адепт йоги поднимается на некий более возвышенный план, чем физический. Работа над тонкой физиологией, называемая пранаемой, это вовсе не наполнение и опустошение легких. Пранаяма, работа с праной, очищение нади, каналов, по которым циркулирует прана. Дыхание, асаны, лишь внешняя сторона этих упражнений. Когда обычные люди, начитавшись макулатуры, приступают к асанам и дыханию, для них это всего лишь вид утренней гимнастики. И пользу они получают соответственную. Совершенно иная картина при классической йоге. Там работа идет на более тонких уровнях, сукшма-шарира, карана-шарира. Я бы употребил термин астральное или эфирное тело, но после работ всяких теософских обществ, эти термины вызывают совершенно другие ассоциации. Блаватская, Рамачарака и подобные деятели смогли сделать одно, увести сознание людей в совершенно несвойственную йоге сторону. Они переводили сукшма-шариру как астральное тело, нечто вроде более тонкого, но физического тела. Но сукшма-шарира, это нечто внутреннее. Это наше ощущение самого себя, но без физического тела. Астральное тело теософского общества, это нечто внешнее, нечто, что находится внутри физических тел других людей. Но йога, говоря о сукшма-шарире, подразумевает нечто, находящееся в нас, внутри. Это наше самоощущение без физического тела. Человек, в медитации получает способность чувствовать на уровень тоньше. И тогда процессы в физическом теле ощущаются им как пять огней, пять разных энергетических скоплений. Это чисто субъективно. Бесполезно искать объективные соответствия. Сукшма Шарира это то, как мы себя ощущаем во время сновидения. Это не то, что утверждается в дешевых книжках насчет астральных путешествий. Это чисто субъективное самоощущение. Есть еще более глубокий уровень самопогружения, глубже, чем сон. Это уже антахкарана, внутренний инструмент, то, что йог ощущает, отрешившись от пран, от тела и физиологических процессов. Остается ощущение нахождения в пещере. Это очень удачное сравнение из одной упанишады. Весь космос концентрируется внутри черепа. Душа ощущает как бы пять вожей, пять щупалец. Их называют индрии. Принято переводить индрии как органы чувств. Но это неправильно. Йога говорит, что индрии как бы выходят из человека и охватывают познаваемый предмет. Индрии это конгломерат, где объединены и воля, и намерения, и органы чувств. Этими пятью индриями душа ощупывает внешнюю среду или свое физическое тело. Их называют джана индриями, познавательными щупальцами. Есть также карма индрии. Пять щупалец, с помощью которых душа может манипулировать материей. Это способность ходить, ноги, способность манипулировать, руки и тому подобное. Можно углубиться в медитацию еще больше. На этом уровне йог созерцает одиннадцатую индрию, манас. Манас, это генерализующая способность психики. Это дверь, впускающая или выпускающая импульсы к той или иной индрии. Подчеркиваю еще раз, описываемое не имеет объективных соответствий. Это наподобие вчерашнего сна, который вы видели. Где этот сон, как можно его увидеть, измерить? Это ваш сон. Он реален для вас в момент сновидения. Этого достаточно. Точно так же, манас ощутим во время медитации, медитирующим. А имеет ли данное понятие соответствия в западной психологии или не имеет, в данном случае неважно. Я как дипломированный психолог заявляю, что современная психология не может претендовать на большее, чем детский лепет, по сравнению с йогической мудростью. Кстати, это перефраз заявления Юнга. После углубления в себя на уровень манаса, медитация идет дальше. Йог исследует некую матрицу записанных привычек и установок. Это ахамкара. Ахамкара или эго, это то, чем душа считает себя, роль которую играет. Медитация выявляет записанные предрасположенности, самскары, оставшиеся от прошлых поступков. После идут васаны, еще более укоренившие привычки, оставленные поступками из бесчисленных прошлых жизней. Научно это называют генетической памятью. После этого медитация охватывает саму медитацию, сам психический аппарат или будхи. Будхи, как продукт прокрити, имеет три гуны. Массу или инерцию, энергию или волны модификации. И прозрачность сатсву, способность охватить некое явление, будь то внешним или внутренним. Воспринимая что-то, будхи как бы высвечивает его, виртуально принимая его форму. Будхи подобны хрусталю, который окрашивается тем цветом, каким окрашена поверхность, где он положен. Будхи, воспринимая предмет, высвечивает его на мысленном экране, показывая душе. На этом уровне медитации йог настолько отрешен от внешнего мира, что его невозможно назвать ни человеком, ни личностью, ни кем. Йог становится как бы субъектом и объектом, познающим и познанным. В гите описан подобный уровень медитации. Поле и познающий поле, кшетра и кшитраджня. Пуруша, познающий, и прокрити. Это называется вивекой, разграничением. Но привычки самскары выводят медитирующего из этого состояния, поднимая волны на успокоенном озере сознания. Душа выходит из медитации, вновь входя в некую роль. Йога, это непрестанное усилие по культивированию этой вивеки, развлечения. Если этой практики придерживаются непрерывно в течение шести месяцев, то власть самскар, предрасположенностей исчезает. Уже медитирующий решает, когда прекращать медитацию. Вот, в самой грубой форме, то, что является йогой. При таком подходе сразу, как только человек переходит на уровень пран, его физическое тело становится идеально здоровым. Это происходит потому, что йог может вмешиваться на более тонком, более высоком уровне. А если вы преуспеете в медитациях, поднимаясь все выше и выше, то здоровье у вас будет как у миллиардера, денег. Вы сможете вытворять со своим телом любые глупости и не будете знать даже головной боли. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Это один из подарков йоги. Да, это странный путь, чужой и непонятный для людей третьего тысячелетия, требующий огромной воли и терпения, сопряженный с лишениями и аскетизмом, но и награда царственная. Проблем с телом и здоровьем не возникает уже при начале этого пути. Есть и другие подарки, например, странные проблески парапсихологических способностей, тоже с первых шагов. Как будто некто старается заинтересовать начинающего йога, поощрить его, укрепить решимость. При овладении тремя последними ступенями, йог получает все известные человечеству парапсихологические силы. В третьей главе йога сутр, эти магические способности классифицированы, там же даны приемы медитации, с помощью которых подобные способности обретаются. Невозможно вкратце поговорить об этом, данная тема будет детально рассмотрена при комментировании йога сутр и макшатхармы. Гита очень строго отзывается о стремлении к подобным способностям. Она называет последователей магического пути, находящимися на неверной дороге. Позиция Гиты понятна. Она нацелена на наивысший выигрыш, на полное познание и растворение в абсолюте. Ситхи, магические способности, лишь преграда на этом пути. Есть еще один подарок, блаженство. Гита говорит об ананде, блаженстве, охватывавшем йога вследствие медитации. Это наивысшее наслаждение, невозможное получить иным путем. С наступлением этой ананды, адепта не может сбить ничего с правильного пути. Он чувствует брахмана вокруг и в себе, и от растворения в боге его отделяет один шаг. Этот шаг – это последняя преграда, та карма, которая еще не истощилась. Такой человек уже не творит кармических цепей, которые опутают его в будущем, но прошлые тенденции как бы остаются, в силу инерции. Этот феномен называется дживанмукта, освобожденный еще при жизни. Гита рисует портрет такого йогина во второй главе. Это человек, жизнь которого одно сплошное наслаждение. При этом внешняя среда не имеет никакого значения. Дживанмукта относится к своей личности, как мы относимся к герою фильма, которую смотрим. Трагедия, драма или комедия – все жанры интересны. Точно так же, достигший йогического видения, Даршины получает одинаковое удовольствие от космического спектакля, несмотря на роль, которая определена его ахамкаре, согласно сценарию. Пуруша, достигший вивеки различающего постижения, наблюдает психику, являясь субъектом этого наблюдения, а не той жизни, которую он воспринимает как маю. Такое восприятие мира и есть цель, преследуемая Гитой. Поскольку прекратить страдания невозможно, йога пошла по другому пути, она отделила душу от страдания. Вивека и является этим процессом. Боль, смерть, страдания – все это становится внешним, отдаленным от души. И остается сад Читананда – вечное бытие, сознательное и блаженное.